У нас вообще нету фаворита. Тудроц, стопроцентный фаворит. У футболистов сейчас как будто нет никакой мотивации. Каждый игрок это индивидуальная личность, у каждого свой подход. Я ушел за деньгами? Я имею к этому непосредственное отношение, потому что у меня есть опыт работы в банке. Да, кто-то бы осудил, да тебя и так осуждают. У вас и медийные игроки есть, которых могут разобрать. Вот я за это постоянно с футболистами спорю. Культ футболиста не может быть выше культа клуба. Ты еще не играл ни разу, 8 и 8. Чуть не пойдет, убирает тренера. Решение принимаю я, значит я плохой. Для вот этого состава и костяка такой ласт дэнс. Всем привет, это новый выпуск стола. Это стол. У нас сегодня опять тренерский стол. Мы его делали в конце прошлого сезона и посчитали, что перед новым сезоном тоже будет максимально логично поговорить с тренерами, собрать тренеров. Как я уже говорил, мы тоже, уже и я имею к этому непосредственное отношение, потому что у меня есть опыт работы в банке один матч. Пока что. Хочется сказать то, что очень долго думал над составом, потому что мне кажется, очень много у нас... Ты тренер, ты теперь долго думаешь над составом. Я долго думал над составом, что логично. Много ярких представителей тренерского цеха, как любят говорить. И кто-то по личным обстоятельствам не смог, кто-то из-за бойкота. Но я очень рад тому составу, который у нас получился, потому что это три команды, которые имеют абсолютно разные вводные, абсолютно разные межсезонья, абсолютно разные ситуации. Но я думаю, все три команды имеют одну и ту же задачу. И хочу быстренько всех представить, это Илья Лисицын, который у нас дебютирует сегодня на столе. Одно из главных вообще открытий прошлого сезона. Сенсационный результат с эгрессией, но невероятно сложная межсезонья. Несмотря на то, что сохранили костяк команды, все знают, что произошло. И я понимаю, что это невероятно тяжело, я думаю, мы об этом поговорим подробно. Это Сослан Гатагов, который пришел в новый клуб для себя, полностью перестроил его. И сейчас от него ждут только одного. Ну, это уже анонсировалось и объявлялось. Дмитрий Викторович Кузнецов после прошлой медиалиги не совсем удачный. И сейчас тоже огромный вызов. И удалось сохранить, практически удалось сохранить костяк. И еще и усилиться. И я думаю... Вы потеряли много. Ну, тоже про это проговорим подробнее. Ну, то есть, мне нравится то, что во всех этих трех командах совершенно разные ситуации. Фидос. Некит. И думаю, сегодня обсудим все и проговорим. Но прежде чем начнем это делать, скажу то, что партнером этого выпуска являются наши друзья из фон. В закрепленном сообщении и в описании ссылка на наш телеграм-канал. А уже там вы можете найти интересные акции и различные бонусы от наших друзей. А по ключевому слову «бро» можете получить до 15 тысяч бонусов. Обязательно заходите. Для нас это гиперважно. Регистрируйтесь и не заигрывайтесь. Продолжаем. Мне кажется, что в этом сезоне у нас вообще нету фаворита. Нет одной команды, которой бы все считали, вот они точно должны выиграть. И есть целый пул команд, которые претендуют и которые, кажется, вот кто-то из них должен взять. У вас такие же ощущения? Ну, я согласен с праздниками. Нет, я вот, ну, общий вопрос, кто начнет. Нет, давай просто ты скажи, какой у тебя пул интересный. Ну, I'm Call to Drots десятка, Броуки, Родина. Титан. Ну, вот Титан как будто бы... Ты сбрасываешь со счетов чемпиона прошлогоднего? Не знаю, то есть вот нет такого ощущения, что Титан прям, ну, возможно, и Титан. Но я к тому, что есть прям целый там большой пул команд, среди которых нет прям вот такой одной явного фаворита и явного там... Но в твоем списке почему тогда Родина, если не Титан? Ну, я не знаю, чисто по ощущениям. Тут понятно, что сложно как-то... Ну, наверное, турнир в Абу-Дабе, турнир в Абу-Дабе как-то влияние какое-то оказало. Там же совсем вообще другие игроки играли. Понятно, но все равно там у Родины был результат, у Титана этого результата там не было. Мы говорим про ощущения, да? То есть это не про какую-то аналитику и все такое. Я согласен с тем, что, наверное, да, нельзя выделить какого-то прям стопроцентного фаворита. Правда, мне кажется, что его и перед четвертым сезоном не было как такового. Вот правда. Как такового не было его. А по ходу сезона четвертого, того же, да, последний сезон брать, так эти фавориты по ходу турнира жестко менялись. Ты вспомни, да, как Амкал всех смял в группе. Там проиграли Уральцам, там играли не тем составом. А в группе всех переехали, потом невзрачный матч с Fight Night. Вспомни, там, третий сезон, как броуки всех переезжали, опять же, со стопроцентным, по-моему, результатом, если я не ошибаюсь, да, закончили броуки в группу. Десятка тоже всех переехал. Десятка всех переехал, да, да. А потом все это, ну, и не знаю, то есть и сейчас нет какого-то, в моем понимании, фаворита. И даже тот фаворит, который появляется на бумаге по ходу, там, группового этапа, это вообще при том, в том розыгрыше, да, при той системе розыгрыша, который есть в МФЛ, то, что сначала группа, ну, она, по сути, кубковая, это вообще не о чем. Тем более, я так понимаю, что будет один матч на вылет, как и было. Ну, и плюсом мне еще хотелось добавить, почему здесь нет сейчас фаворита, если будет в плей-офф красный мяч, как объявляли, то как вообще можно судить о каком-то фаворите, если у тебя, может, один матч не получится, там, условный лидер, там, Амкал с кем-то будет играть, либо дроты, они будут с кем-то играть, забьют один гол, они не будут получаться, и просто ковырюху забьют красным мячом, 2-1, поехали, да. Да я не верю, что будет в плей-офф красный мяч. Мне кажется, что сейчас просто фавориты есть, ну, мне кажется, из тех команд, что я видел, с которыми мы играли. Кто? Мы как тренеры, ну, мы понимаем, что есть фавориты. Я уверен, что, опять же таки, Тудроц стопроцентный фаворит, потому что, ну, будни разные у Тудроца и разные у тех команд, которые пришли в лигу. Мне кажется, есть та же десятка, которая с нами, ну, плюс-минус, ну, матч был уровня второй лиги, в товарищеский матч, там это только, так скажем, афиша была. Лидера второй лиги. Вот. С Титаном мы играли, опять же таки, тот Титан, который я сейчас увидел, и во что они могут превратиться, если по тем же будут играть, ну, так скажем, там, концепциям, что видит там тренерский штаб. Мы не берем игру, которую они сыграли в Краснодаре, потому что там, ну, все-таки ФК Виста играла, плюс-минус, да, и игроки были уровня, которые стремятся там попасть в ближайший Краснодар по географии, еще в другие команды, которые чуть ли там не в российской премьер-лиге. А так есть фавориты, на самом деле. Что не могу сказать про ту же Родину Меди, например. Да, мы с ними сыграли, может быть, там, не лучший свой матч, но это уже не та Родина Меди, которую мы могли видеть даже на Суперкубке. Не та Родина Меди, которая играла в финале там 100-100%, потому что пул игроков ушел. Тех, кого они взяли, да, есть яркие личности, да, там, Миша Прокоп, который с точки зрения инфоповодов будет, ну, прям, греметь, шуметь и так далее. Тут Родина выиграла больше медийно. С точки зрения самой игры, мне кажется, как раз-таки здесь бы я поменял бы Родину с Титаном. Мне кажется, Титан как раз-таки в пуле тех команд, которые могут претендовать как минимум на плей-офф 1-4 стадии. Это точно. Ну, и понятно, что мы, как Амкал, да, который провел большую трансферную политику, который сыграл уже, один из футболистов такую вещь сказал, Дуб, он, Дубчак, он сказал такую вещь, мараж, такое ощущение, как будто мы уже в сезоне. То есть вот как мы зашли, у нас сразу был чистый кубок, у нас был потом выезд Казахстана и потом кубок ФНЛ. То есть команда уже была в стрессе. И понятно, что ребята уже понимают, что плюс-минус может ожидать их в сезоне. А чего добавилось в сезон, может быть, не то, что там кто-то приблизился себя к фаворитам. Добавился тот факт, и вот эта мысль, добиваясь красным мячом, добавился фактор непредсказуемости больше. То есть больше команд, которых мы знаем игроков, но мы не понимаем, что может как бы случиться на дистанции турнира, как это в третьем сезоне было. То есть сейчас это уже такой мини-гибридный у тебя такой чемпионат, в котором ты играешь на дистанции матчей. И мне кажется, что команды такие, как Тудроц и те команды, которые я перечислю выше, они здесь все-таки фавориты. Потому что на дистанции здесь все-таки, мое мнение, опять же таки, здесь тренерская рука работает. А сейчас МФЛ стал тренерским турниром. Не то, что как-то раньше как и вывозили какие-то игроки, пул игроков, которые могли затащить там матч плей-офф, или финальный матч и так далее, как это случается. Мне кажется, что сейчас здесь много специалистов хороших еще приходит сюда. И сейчас уже команды готовы сотрудничать с специалистами, отвечать на их какие-то хотелки. Давайте мы откроем там сейчас список команд, которые съездили на сборы. Мы как раз-таки не найдем те команды, которые там такие, может, Баст, которые не съездили на сборы. Не знаю, Игресси не ездила на сборы, Игресси не съездила на сборы. У вас просто был сбор, да? Да, в Москве был. А в основном те, кто борется как раз-таки за звание тех, кто там в плей-офф, они все были на сборах. А у кого-то уже и два сбора было. Мы не были? Мы были на турнире. Мы не были на сборе, да. Мы не боремся просто. Да, вот. Сами собой. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас, если тезис на А5 говорит о том, что я так широко сейчас пытался заявить, это первое, это тренерские команды сейчас. Сейчас уже чемпионат тренерский. Да, как это, во что и АПЛ превратилось. То есть сейчас это сравнение такое большое. В чем АПЛ, новый АПЛ? Ну, тренерские, тренерские турниры. Сейчас эпоха специалистов. Конечно, возьмешь. Вот. И здесь как раз-таки, ну, и я, наверное, про Броков не сказал, но, конечно же, Броки, они тоже будут являться фаворитами. Хотя, по моему мнению, там и есть разная информация, что есть недовольные игроки, которые даже с нами выходили на связь, которые готовы там предоставить свою кандидатуру, чтобы мы их, как бы, ну. Кто-то из Броков был готов прийти в Амкал? Ну, вот, ну, да. Не договорились, не договорились с Мазуром, к сожалению. Готов перейти, готов перейти. То есть вот прямо сейчас это... Ну, да, готов перейти и хочет. Там решение за нами. А что вы их решили не брать? Мы еще ничего не решили. Ты, естественно, их не назовешь. Ну, а зачем? Да, но... Я просто не могу, я, может, повлияю плохо на этого игрока, на его будущее. Да, я понимаю, логично. Нет, подождите. Я про что говорю? Я думаю, можно назвать, мы вырежем просто. Нет, подожди, уже закинул удочку, сейчас они будут искать, кто переговор вел. Ты дал пушку. Нет, нет. Ну, видно, что некоторые команды, может быть, невнятно провели свою трансферную кампанию и предсезонку. И тут тоже надо будет поковыряться. Кто-то, наоборот, перекрутил, как рокет. Или рокет, правильно, да? Рокет. А кто-то, наоборот, там, чуть-чуть такой на легком. И у меня больше всего, я знаю, что мой спич затягивается. А меня больше всего убило то, что мы, как клуб, который там грант, да, считается, мы не могли найти себе, ну, на товарищеский матч спарринг-партнера, не могли, боялись играть люди. Потому что сейчас многие ушли в результат в товарках. И меня это вообще убивать начало. То есть, бояться, играть, мы говорим, давайте мы с вами сыграем. Нет, мы будем играть с теми, мы будем играть с теми, мы будем играть с теми команды, которые в стыки заходят. Мы их предупреждали, я как там коллега предупреждал, пацаны, надо, ну, это я с ними так общаюсь, просто, ребят, надо играть, потому что надо в стрессе побыть. Они играли с удобными соперниками, попали, пошли в стыки, и некоторые из них вылетели. Потому что ты им предлагаешь почувствовать уровень сопротивления, да, пройти. А они вот все вот пытаются как-то, ну, невнятно проводить свою предсезонку. И поэтому, опять же таки, мне кажется, что здесь, ну, фавориты не поменялись. Факт о непредсказуемости добавился из-за того, что больше неизвестных команд зашло. Вот и все, и география стала чуть-чуть опять там пошире. Хочу добить вот эту тему. Ты сказал про то, что несколько игроков из Броуков. Не несколько. А сколько? Ну, один игрок. Один игрок из Броуков выходил на вас с тем, что я открыт для предложений? Я скажу так, что, ну, игрок недоволен. Тем, что происходит. Положением своей команды. Ну, он, скажу так, что у него потерялась связь с тренером. И вы по этому игроку еще решение не приняли и на Броуков не выходили? Ну, я скажу так, что он вышел на Артема Алексеевича, это мой, ну... Ассистент. Да, тренер. Вот. А мне кажется, возможно, тренер просто его бойкотирует? Я не знаю, что там случилось, но я уверен, что сейчас там дела у Броуков не очень хорошо. Ну, мне кажется, не то, что даже у Броуков, просто, мне кажется, каждый клуб с этим столкнется, потому что медиалига переросла в тепличные условия для футболистов. Я просто, мысль моя в том, что не надо быть чемпионом предсезонок. Нет, понятно, я к тому говорю, что, перескакиваю просто на другую немного тему, что сейчас вот условно возьмем пул команд топ-5, вот что футболист дает команде? Вот он условно тренируется один раз в день утром. Нет, тренируется один раз в неделю. Ну, ладно, один раз в день тренируется, получает там зарплату, получает сборы от грандов там медиалиги, получает медийную активность, да, то есть узнают рекламные какие-то контракты и так далее. А что он дает вообще, то есть как футболист? Я не вижу. Допустим, вот если взять грандов четвертой медиалиги, по моему мнению, топ-команды, что дают тренера и что дают футболисты, это две разные вещи вообще. У футболистов сейчас как будто нет никакой мотивации. У многих. Вот если брать топов. Они сразу, если он сядет на скамейку, допустим, Викторович Маратович скажет, ну вот, ты не подходишь на данный момент, ты не тянешь. Он будет сразу искать другое место. Понимаешь? Не будет доказывать там. Но вы вот это чувствуете, такую историю? Ну, у меня, да, у нас уходят люди, только... За деньгами? За деньгами. Ну, это очевидно. Ну, а как... Хорошо, что у дротца и сам гала, ну, можно уйти в двух случаях. Это если, как бы, ну, деньги, мотивация, первая. Вторая, это, опять же таки, о чем говорится здесь, игровое время. Но, опять же таки, требования к себе снижают. Футболисты привыкли в целом в своем сейчас поколении работать на уменьшение. То есть мы хотим меньше тренироваться, мы хотим меньше проводить времени, там, в контексте, там, того устава, который есть, там, от тренерского штаба. Но при этом, как бы, хотим, чтобы зарплаты соответствовали уровню футболистов, которые играют в профессиональном футболе. Уже в наши высшие уровни. Я там говорю про футболистов, я не говорю про медийных игроков, потому что они все-таки дают бренду имя, да, и двигают бренд так же, как и здесь все взаимосвязано. Поэтому я, ну, во многом согласен, поэтому сейчас, если там, у игрока есть больше манипуляций перед клубом, тренерским штабом. То есть есть пул команд, больших команд, которые еще рисуют зарплаты большие, они такие, ок. Это оттуда. Нет, я считаю, что мотивация есть. По-моему, по-моему. Мне кажется, это зависит от случая. Нет, команды, которые, понимаешь, имеют игроков, но они не могут, там, оказывать сопротивление максимального, ну, не могут они выше головы прыгнуть. Есть игроки очень хорошие. Есть хорошие. Они не стремятся попасть в Тудроц, Ванкал, в Десятку, чтобы зарабатывать больше. Они будут проявлять, они должны проявлять, я не хочу. Они обязаны проявлять. Они не хотят играть в Кубке России? Хотят. Они все хотят играть. Ну, я не знаю, для меня лично это непонятно. Человек, который не хочет играть в Кубке России, он ни разу не играл в Кубке. Но они не готовы на дистанции терпеть процесс, чтобы играть. Кажет другую лапу, терпеть, у нас девиз там был, мы умеем терпеть, поэтому мы выиграем. Тяжело, надо стараться, стараться, стараться. Ну, вот здесь опять, все зависит. Это каждый игрок, это индивидуальная личность, у каждого свой подход. Грубо говоря, даже по нашей команде, если судить, мне просто два примера приходят в голову. Есть слон, который сидел в первом сезоне, часто под Бори. Стиль? Нет, стиль у нас во втором появился. Ну, короче, слон не попадал в основу, сидел, ждал, ждал. В моменте начал попадать. Его устраивает полностью, когда он становится игроком в ротации, он думает, что ему нужно сделать на тренировках. Чтобы играть. Ему нужно к себе повысить. Да, он превышает к себе требования. Есть, например, второй пример Шера, который у нас достаточно много играл, но ушел с такой фразой, что мне надо больше игрового времени. То есть, значит, он был не готов, грубо говоря, оборваться. Я сказал, что я хочу играть в профессиональный футбол. Он играет в профессиональный футбол сейчас? Я вот вопрос задаю. Вот это как раз и есть разное дело. Дмитрий Алексеевич, я думаю, что когда футболист начинает общаться с той стороной, которая его хочет к себе забрать, вы же знаете, что та сторона может все что угодно ему наговорить, что он будет в премьер-лиге играть. Я хочу просто, знаешь что? Честности и порядочности. Чтобы между нами не возникали какие-то недопонимания. Если ты хочешь идти зарабатывать деньги, ты мне скажи, я пойду деньги зарабатывать. Ну, не надо выдумывать, что у меня мало игрового времени. Ну, я могу показать все игровое время, все мои команды. Викторич, это уже лицемерие и имиджевая часть. И ты тут за деньги, великая фраза, да? А не за медику какую-то. Поэтому, ну, не за то, что там не за медику, а больше вы клянетесь в любви, вы там целуете эмблему, вы там говорите громкие слова в частных разговорах с руководством, не с тренерским штабом. Потому что бывает такое, что за нашей спиной много каких-то переписок происходит, да? И мы, к сожалению, ну, потому что здесь руководство открытое. Здесь это не как в профессиональном футболе. Ты, не знаю, там, я Федуна два раза в жизни видел. Ну, на базе. В Спартаке. Ну, когда он приезжал, что-то скажет, уедет и все. И когда Спартак 2 не открывали, два раза его видел. Больше не видел. К нему подойти. Ну, у меня там непонятно, молодой там. И более, скажу так, что взрослые игроки тоже не подходят. Потому что там дистанция и, скажу так, процедура общения с руководством другая. А здесь они, ну, еще некоторые зацепили тот период времени, когда они вместе там это только начинали. И у них есть возможность там манипулировать, да, там, тренерским штабом. И опять же таки, здесь, ну, вот эти игроки, которые, они, когда общаются с руководством, они тоже, ну, настолько коверкают, ну, всю ситуацию и настолько исполчен телефон, что когда уже начинаются разговоры между тремя, то по факту-то больше всего там мыльный пузырь надули. А ситуация простая. Деньги. И... Ну, деньги и все. Мы проговорили, по сути, ситуацию с Шерой и была еще ситуация с Балой. И вот он был на шоу у Фидоса с Сычевым. И он как раз сказал, что причина его ухода это именно потеря мотивации, а не деньги. Так же было? Чуть-чуть поддохнул. Ну, вот такой же был, такой посыл был. Ну, там Сыч сказал, да, что он в моменте, как будто бы немножко потерял мотивацию перед этим сезоном. И Балла сказал, да, у меня такая же ситуация. Вот так вот, по-моему, было. Короче, Балла, по-моему, несколько раз акцентировал. Хорошо, с Баллой. Там просто, сейчас секунду. Хорошо, я не в его защиту сейчас скажу. А я понимаю, если бы мотивация пропала бы у Эда. Ну, условно говоря, человек, который, ну, с первого сезона, и он уже, ну, пропитался этими трофеями, да. Ну, выиграл, поиграл. Он сейчас и висит, ну, ты едешь, ты, да, можешь, видите, там, на плакате в городе и так далее, да. И у него может быть какой-то, ну, бывает такое, что у человека может быть какой-то новый вызов в жизни глобальный, да. И у него может быть именно локальная история, Тудроц, которая сумасшедшая в рамках медиафутбола, там, которая гремит на всю страну, да, как бренд. И, может быть, он как-то решил, что вот себя попробовать, какой-то найти новый вызов для себя. Но при этом он оставил наследие свое в команде, да. Я это понимаю. Я Сашу очень сильно уважаю, но, окей, есть МКС, да, он же победитель МКСа, и больше... И автор гола. Победа на баллу, да? Нет, 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 я имею в виду, что у него титул МКС. И еще есть что доказать, ну, глобально, да. И вот здесь мотивация, слово для меня, ну, мотивация, это как минимум то, что ты уже в большом клубе, привлечь к себе еще больше внимания, своей игрой и так далее, что у баллы есть, он это очень хорошо делал. И я просто как-то, опять, Виктор, я подошу это к Викторичу словам, что, ну, вы не бойтесь говорить, как есть, ребят, никто никого не съест. Скажите, деньги? И вот мне предложили там А, Б, В, Г, Д. Азамат предложил мне вот такой, вот такой алгоритм. А я, кстати, согласен, да, потому что всегда же все что-то выдумывают, всегда почему-то всем стыдно, как будто бы сказать, что я ушел за деньгами. Я не помню, честно говоря, что-то ни разу, чтобы кто-то в медиафутболе, ну, как минимум, давайте медиафутбол возьмем, там, в большом футболе тоже это редко происходит, сказал, типа, почему ты ушел? Мне там в два раза больше насыпали. Да никто бы ничего, наверное, не сказал бы, наверное. Ну, да, кто-то бы осудил, да тебя и так осуждают. А почти, наверное, процентов, там, 70-80 зрителей, которые это смотрят, а если не больше, скорее всего, такой же выбор бы сделали. А кто-то тебе бы еще и за честность респектнул. А тебя, кстати, удивило то, что ты же прощупывал балу. Да, конечно. И тебя удивило то, что он сначала тебе говорил про то, что я точно не уйду, а потом... Я скажу так, что ребята боятся с Тудрос переходить напрямую в Амкал. Но это чувствую я при общении. Карат-смельчак. Вот, вот это точно есть. Ну, вот этот хейт большой, который там будет тянуться, да, и тем более, если ты еще перейдешь и не реализуешь себя, да, там, можно не играть, можно там не выиграть ничего и так далее, то вот это вот авторитет этого мнения, он вырастет еще сильнее. И вот этого боятся. То есть здесь опять же такие... И здесь момент того, что если ты с характером, ты вот, например, приведу пример Дюбы, да, который ему не было, скажу так, постыдным поездить по географии РПЛ и там в Томске сыграть, в Арсенале сыграть и так далее, потом опять вернуться на хороший уровень, да, и потом стать героем там на чемпионате мира. Ему же ничего не помешало это сделать. Он герой, сам себя, он понимал, что он лидер, он может это сделать. А ребята, они такие, блин, вес Тудротс, бренда, аудитории, фанатов, фан-базы огромный. И они этого боятся. То есть там перейти сразу напрямую. Может быть там косвенно, как я, например, тому же там и Кутузу писал. Я говорю, Сереж, так, так, так. И он... Это вот сейчас ты с ним общался? Ну, я переписывался еще в том году с ним. Я написал ему, что есть интерес к тебе. Он сказал, что у меня уже на следующий год есть, ну, проекты с десяткой. Вот. И плюс еще, понятно, футбольная мотивация тоже. Есть с десяткой, там, наконец-таки, тоже что-то выиграет. Потому что ресурсов много вложено, а, ну, пока там результатов нет. Да, и, конечно же, ну, это возбуждает всех, кто находится там в обоим этой команды. И поэтому, понятно, писал. Потому что и стиль я тогда, это уже... Кутузу привычнее, когда ему звонят, судя по всему. Надо было позвонить. Вот, ну, наверное, теперь я буду знать. Вот, так что... А если про дротов ты общался с Балой, по-моему, ты говорил про стиля. Да. И все, вот эти два. Ну, да, 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 больше никому. Викторович, пора номера цеплять тоже. Нет, ну, я скажу так, что здесь просто настолько у нас открытая система. И игроки плюс-минус здесь общаются, ну, друг с другом. Общаются, там, ну, например, там, Вася Маврин, ну, общается вообще со всеми, например, командами, да, очень хорошо он общается. И он такой открытый. Понятно, что к нему может обратиться также любой тренер. Да, или там поговорить с ним, или еще что-то. Или там есть игроки, которые открыты для общения. Вот. И это, мне кажется, если мы договариваемся о чем-то, что мы прям вот, ну, не то, что там, за спиной, а так, что мы стараемся этим не заниматься, то давайте, вот, когда я тогда на президентском предлагал, ну, давайте тогда это узаконим, что мы никто никому не пишем, никто никому не звоним, только через руководство или через главного тренера, там, позвонил Дмитрий Викторович, вот я вижу, что у вас, например, там, Алик в стиле не играет, я не знаю, по каким причинам он не играет, или там, например, я пример пример, или там кто-то другой, Фрол, например, мне он нравится. Как вы смотрите на то, что мы там выйдем с ним на диалог, он скажет, набери Никите, я позвоню Никите, или там попрошу Георгия Владимировича позвонить Никите, чтобы уже там президент с президентом общался, я как тренер тренеру позвонил, но если меня перекидывают на, так скажем, на уровень выше, тогда пусть руководство общается между собой, и мы как тренерский штаб, мы даем пол игроков, который нам интересен, у нас так как там нет спортивного директора, или пока это там сильно скаутинг у нас не развит, а селекция, да, в клубах, то мы уже тут, у нас сарафаной радио, у нас тут все побыстрее, у нас есть руководство, есть тренер, и все быстрее решается, то есть не как-то там через какие-то процедуры ты проходишь, и трансфер уже может быть неактуален, здесь все быстро происходит. У меня Васька звонил Жуткин, просил Прошу. Да, 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 он напрямую мне позвонил, я говорю, ну, туда. Он мне позвонил, мне Василий Числавович позвонил, говорит, как ты смотришь на то, что мы можем взять в аренду Прошлякова, просто я, говорит, посмотрел их состав, и они не играют, я говорю, ты вообще отличный, я сразу извиняюсь за сказанное, сейчас он просто всегда, Дмитрий Викторович назвал Кузя. Мы с ним, мы с ним больше. Сейчас я до Кузи позвоню, и, ну, вернусь к тебе. Все, договорились, мы даже провели переговоры, но просто ответа вообще никакого не было. Я просто сказал, что он до июня здесь, и он говорит, я до июня здесь останусь. Нет, имеется в виду, просто я ему сам писал после этого, он неделю молчал, я говорю, ну что ты принял, решили, не принял, он отмалчивался, ну и в итоге, я смотрю, он там начал забивать голы, вот, молодец. Созрел. Ну, кстати, вот Сос говорит про боязнь переходить, ну, знаешь, как будто не только должна двигать боязнь, но это тоже, я не то, что навязываю, но как будто у некоторых игроков, мне кажется, есть и какая-то, знаешь, как это можно назвать, честью. Ну, это тоже, тоже. Вот это, он капитан Тудроц, я думаю, для него он понимает, что он тут вырос как медийная личность, его тут болельщики полюбили, ему дали капитанскую повязку, это будет плевок в лицо болельщику, который вот его столько лет поддерживает, просто взять, прийти. Я даже этот пул поставил, наверное, выше. Ну да, ну то есть, знаешь, у некоторых это нет, у некоторых есть, но мне кажется, есть пул игроков, которые понимают, что они значат для команды, и вот от них это вот сильнее обидно. С другой стороны, мы с тобой, да, в отличных отношениях я никогда, я просто не могу, я просто не могу, я не могу обратиться к футболистам в Амкале и сказать, давай ко мне переходи там все. Ну то есть, то, что вот, например, общаешься. Да, вот видишь, Маратша что сделал. Ну то, что вот, например, застал. Нет, ну вот Прокоп там, да, ну нормальные отношения, там Кузя, да, Кузя там, а, привет, там все. Ну я бы его взял. Ну вот просто говорю. Я бы Дубчака взял. Дубини. Ну, я не могу себе позволить разговаривать, потому что есть какая-то честь, там, ответственность перед клубом, тем более мы там самые принципиальные соперники. Ну то есть, условно, то, что... Мне это не позволяет. ...сослан делал, вам это неприемлемо. Почему он делал? Ну когда вот он звонил, допустим, Стилю, Бали и так далее. Ну это было раньше. Ну это было сколько, пару месяцев назад. Нет, на самом деле я согласен, что здесь. Я почему, я же обосновал свою позицию, что я был против этого. И у меня такая же позиция, если брать глобально. Я против этого. За то, чтобы мы делали так, брали, и без каких-то там процедур официальных... Переманивали. Да. Когда мы сидели побольше столб, я просил, ребят, давайте без этого, пожалуйста. Никто. Это невозможно. Президенты. Это просто невозможно. Да, потому что мы знаем, что Азамат, я не знаю, у него там... Да даже не Азамат, ты просто вот сейчас новые команды входят, они просто хотят попасть в медиалигу, и они не знают, откуда игроков брать. Ну вот если бы там не лояльность Коли и Картавы, ну все, что бы они делали. Я вот включил лоту с почти любителями. Ну кого, вот ты мне назовешь медийных игроков там? Ну, прям медийный, там Элай и Бахти. У кого? У лотуса. В основе, по-моему, был только Дехтер. Элай, Элай, а, и Дехтер был. Ну, это почти любитель. Я никого не знаю. Ну, правильно, я не знаю. И потом вышел Ярош. Не, ну да, у почти любителей вообще... Почти любители просто поддержали то, что пацаны давно уже в тусовке, они подписчики, понятно, что на чьих роликах они росли, и им это в движухах. Вот, условно, потом вот чертанова медиа Кони. Ну вот, кого можно выделить медиа? Ну, Гаджи автомат. Гаджи автомат, это понятно, имеется... Там Поликарп тоже. Поликарп, хорошо, но у Кони там 4-5 человек медиа. И, естественно, вот какой-то... Ну, это прям, я говорю про статусы... Нет, какой-то игрок медиа не будет играть, там, условно, не в больших клубах, а вот, условно, в рядовых. Позвонить, сказать, давай... Ну, то есть гранды могут быть донорами для команд, которые только образовались, и игрок, условно говоря, есть... Ну, те, которые не играют, они просто предложат не 80, а 150. Бас так с Амкалами сотрудничал, там, Фанки захотел играть, мы с Владимиром поговорили, и он играл тут, ну, сезон 3-е. Он играл в Басе. То есть мы пошли, конечно, это интересно, потому что для Амкала, там, может быть, он не игрок, там, даже ротации, да, там, в игре, не игрок замены, но ему хочется играть. Если игрок сам проявляет желание, это ключевое слово, сам проявляет желание и хочет играть, а не так, что мы можем эту аренду ему навязать. Потому что некоторых все устраивает. Некоторые хотят вот сидеть и, вот, я не знаю, там, говниться, кислить, но вот... К ним жизнь несправедлива. Нет, я к тому, что многие не будут поступать, например, как Викторович. Просто будут звонить. Так никто так и не поступает. Просто будут звонить, и ты просто, представляешь, готовишь там один состав, и те подходят и говорят, ну, вот, я договорился, я не буду. И хорошо, что сейчас вот эти контракты появились. Ну, да. Ну, это просили сделать. Что ты можешь просто сказать? Ну, нет. Договаривайтесь с клубом. Либо просто говоришь, ну, нет, ты мне нужен. Наверное, сейчас больше будут люди, знаешь, не договариваться с клубом, а такие, когда у тебя контракт заканчивается, и вот... Ну, как с Володей у нас, и с Родиной случается. Я же почему после этого начал, ну, чуть-чуть так агрессивнее себя вести? Потому что, когда я был в статусе руководителя клуба, который там с третьей, четвертой корзины, вам было, ну, похуй, я извиняюсь, что я матерюсь, только это слово можно описать. Как я стал главным тренером МКЛ, у меня есть ресурс, у меня есть поддержка от руководства, конечно, я буду пользоваться тем, что как вы со мной себя вели. Я буду также звонить вашим игрокам, я буду также переманивать ваших игроков. Почувствуйте то, что почувствовал я. Вы не хотели бы с позиции силы со мной разговаривать. Теперь я хочу с этой же позиции разговаривать. Может быть, в контексте Тудрот, я согласен с Викторичем, это некрасиво и неправильно, да? Вот, и сразу за что я там готов принести извинения. То есть есть Викторич, старший человек, старший коллега и старший товарищ, с которым надо сотрудничать, да? И там мы с Никитой и с Женей нормально, мне кажется, ну, общаемся у нас из-за каких-то конфликтов с ним, да? То есть принцип этого статуса, этого матча, ну, извините меня, оно никак не должно влиять на наши личные взаимоотношения. То есть мы можем эти 50 минут чистого игрового времени отыграть, дальше мы можем руки пожать, пообщаться и так далее. С этим согласен. Но вот ряд клубов меня после того стола, ну, я решил воспользоваться этим. Но есть такая же еще история, что за, там, Амкалом и Тудроц все гонятся. То есть десятка, да, хотят выиграть, обыграть, там, вот у них сейчас будет матч, они, естественно, они все будут настроены нереально, да, чтобы обыграть и так далее. И с этим просто растут зарплаты у футболистов. Сейчас, вот, я не знаю, на шестой сезон, если он будет, там, просто плавный чемпионат, где будут черпать игроков вообще команды, ну, у которых мало денег. Как ваше. Ну, да. Вот, представляешь, я в межсезоне звоню футболисту, просто посмотрел матч десятки с броком на товарищескую игру, он играл с центральным защитником, я ему звоню, говорю, его не взяли, я говорю, хотел бы тебя видеть на просмотре, он мне говорит, 60 тысяч в декабре месяце платите мне, и тогда я приду на просмотр. На просмотр? Да, на просмотр. 60 тысяч в месяц. Ну, ты представляешь? Ну, у вас какие средние ЗП в команде? Они только появились, как я понимаю, да? Только, ну, вот. Ну, вот. С этого года. Да, с этого года, и, по-моему, мне кажется... И какая средняя зарплата в игре? Ну, средняя такая. 20 тысяч. 20 тысяч. Это вообще... Ну, я, например, ну, что знаю, я особо не лезу, но просто вот откуда с приходом таких же команд, как Рокет, команде игре, искать игроков, которые просто сходу заявляют, вот мне предлагали, спрашивали просто, интересен, неинтересен. Я забыл, из Титана что-то какая-то ситуация у него случилась. Ай, барин. Ну, он уехал в какой-то клуб. Маврин. Маврин? Нет. Ну, у нас. Кашай? Нет. А, Филс. Да, да. Вот. Я говорю, ну, конечно, интересно, говорю, но если ему интересно играть в медиалиге, ну, пускай приезжает на просмотр. Ну, только у него зарплата 80. Я говорю, ну, вы же понимаете, что у нас никто таких денег не получает вообще. Ну, вот, из футболистов вообще никто. 80, ты же зарплата уже сразу. Они просто тогда должны, они должны понимать, что такую вещь, что 80 в Тудроцвом Кале это разные 80 в Игрессе и в том же басе. Вот они не понимают. Они за эти 80 должны делать для клуба очень много. Понимаешь, они этого не понимают. Они должны, они должны, ну, как бы, это топовая зарплата и здесь они должны результат давать сумасшедше. Они должны приходить уже как лидеры команды. То есть уже, то есть основная обойма и которую человек там должен забить, там, я не знаю, условно, 10 голов. После сезона было ощущение, что у вас и медийные игроки есть, которых могут разобрать. Понятно, что многое держалось на личностных отношениях футболистов с Василием. Все правильно. И он много раз рассказывал истории, он вообще прям этим дико гордился, то, что пацаны отказывались там от удвоения, утроения и так далее, зарплаты и оставались в эгрессе. Когда он умер, что-то изменилось? Кто-то из пацанов или там клубы начали на Вас опять активно выходить? Как пацаны на это все отреагировали? Какая сейчас вообще ситуация в клубе? Ну, она, естественно, с течением времени немного рассеивается, но там, на той неделе еще все, все в таком состоянии, ну, мрачном, да? Кто-то, кто-то по-разному реагирует вообще на потери, ну, там, близких людей и так далее. Кто-то, кто-то начинает больше работы, кто-то начинает уходить в себя и так далее. И просто это на команде очень сказывается. Вот. По поводу того, что ребят действительно удерживал Вася, ну, то есть, это большая его заслуга. То есть, я не знаю, как, например, если сейчас у нас будет очень хороший сезон, как удержать футболистов, например, за счет чего он их удерживал. Вот. То есть, это, ну, личность очень большая. Как бы и в личном разговоре, то есть, и он всем помогал, общался, и из-за этого просто люди не уходили. То есть, из-за отношения между Василием и футболистом. Сейчас я не знаю, как будет. Вот. И подготовка у нас, естественно, там, скомканная получилась из-за этих событий. И в целом, как бы, мы не можем проводить там условную селекцию в команду, где мы можем предлагать там хорошие деньги условно. Мы можем просто смотреть футболистов, которые там кто-то посоветует, он придет, подходит, отлично, мы ему предлагаем, он там хоть какие-то деньги, он соглашается. А именно вот прям большого качества футболистов, которые там есть в медиалиге за хорошие деньги, мы себе позволить естественно не можем. Ну, вот последний месяц на игроков кто-то выходил? Ну, я думаю, да. Новая команда? Ну, нет. Игранда типа. Не, просто есть, ну, есть один случай, прецедент, просто я не буду о нем говорить, даже и футболистам особо не говорил, вот, поэтому есть когда один случай, вот, как бы уже начинается. да, я не буду скрывать, что Досаев был интересен и Амкалу. Но это еще до... Это было, когда еще, ну, только назначили и начали уже смотреть там пол игроков, кто был интересен, кто себя ярко проявил. У нас там есть чат скаутский, так мы его скаутинг на диване назвали, да, и куда мы там кидаем разные профили трансфер-маркета и так далее, да, и, ну, да, просто хорошо себя проявил, вот, и если я не ошибаюсь, есть Григорьев, Да, Григорьев. Вот, Григорьев тоже, ну, интересный, он возрастной, я не помню, сколько его. Нет, ему 25. 25. Вот, он выглядит такой уже, как осипенка. Поигравший. Ну, а вот этот случай, игрок остался в итоге? Ну, пока да. Ну, уже сейчас есть контракт. Как бы просто, я не понимаю, возвращаясь к этому разговору, почему нельзя просто подойти и сказать, что вот, я хочу там, играть где-то чуть. А что контракт этот? Он что-то дает разве? Ну, Ну, ты год, год можешь шла. Просто вот, неужели у Салима с Родиной Медиа не было контракта, например? Ну, вроде да, он не подписал. Не подписал, да? Насколько я понимаю, да, у него был договор, но на участие в этом турнире. Суперкуда. И по примеру они должны были договориться. А в принципе, что, какие-то появились контракты, у которых юридическая сила теперь есть? Ты не в курсе, братик? Не, ну, видимо, потому что все говорят про то, что, ну, вот, допустим, этот контракт, да, вот его разорвешь, и ничего не будет. Нет, подожди, ты не будешь играть тогда нигде. Вы не будете играть. И только если медиалига будет это регулировать. ну, ты разорвал, и ты будешь сидеть смотреть это. Вы не имеете права играть, ну, все, что связано под эгидой МФЛ. Вы не имеете права играть. Все вот эти контракты, их медиалига зафиксировала, правильно? да. И вы эти все клубы сдавали, ну, данные в медиалиге, кто у вас на контрактах, и так далее. Ну, конечно. Нет, мы просто этого не знаем. Вот к этому пришли, мы это просили. Это просто обезопасило, ну, вообще команды в целом. Ну, там, тот же БАЗ, например, все там, ЛОО заключает контракт с игроком. Не, просто вот эта тема активно обсуждалась, и все говорили, что вот до такого-то числа все сдадут там свои данные по игрокам, но никто так и не зафиксировал, что это прямо вот произошло, и все сдали реально эти контракты. Ну, может, просто если не освещалось, но я знаю точно, там, например, ну, то 100% это Амкал и БАЗ точно это сделали. Ну, Но, в целом, у вас такая, ну, напряженная, в межсезонье не самые лучшие результаты, точнее, даже вот прям плохие есть. Я не сказал, я не хочу быть чемпионом товара. А вот это жутко. Какие результаты? Вот, понимаешь, вот я, я за это, вот я за это постоянно с футболистами спорю. Вот мы выиграли у Дротов, все говорили, вам повезло, вы ничего, ну, еще сыграть там 10, 15, 30 матчей выиграть. Это вы проговорили. Нет, и Дмитрий Викторович это говорил, и просто аудитория это говорила, в принципе, что нам повезло. То же самое с броками, там, отскочили, пять голов вам забили, и это, естественно, давит на футболистов. Что, блин, ну, может, нам правда повезло? Не то, что они постарались это сделать, и выходили там, условно, с Тудроц играть, как последний матч жизни, да, что они играли с такими глазами, как они не играли, например. И они сейчас, вот там, мы первые, первые две игры я сделал с Родиной и с Броуками. Для того, чтобы футболисты сразу почувствовали, когда они готовились к Абудабе, эти команды, чтобы сразу футболисты почувствовали, что, чтобы на них корона не упала. Как знаешь, третье место, все, ну, мы сейчас выйдем и всех разложим. Вот как Би-Би-Ги. Они в полуфинале, ой, в этом, за мяч за третье место хоть и проиграли Амкалу, но ты видел, как они на стармиксы уходили? Там все смеются, камеры показывают, они, о, сейчас 2-0, сейчас мы заведемся. Ну, в итоге завелись и распалась команда. Вот. И мы проиграли 9-0 и что-то 8-1. Я помню, еще с Васей мы это обсуждали очень критично. Вот. И на них это очень давляло, ну, подавляло. И кто-то начал стараться, у кого-то наоборот что-то появилось. Но в целом, просто сейчас и с уходом в Аси нету того плеча, где они могли сказать, например, вот у меня вот такие проблемы, я, ну, немного переживаю за сезон, да. Они, они только, ну, сами с собой общаются где-то в кругу и так далее. Ну, и переживают очень. А ты вот сам понимаешь для себя, кто сейчас в эгрессе принимает ключевые решения? Например, если вот не пойдет, кто будет принимать решения о твоем будущем? Не знаю. Ну, вообще в целом, знаешь, как я даже вот сегодня думал об этом вообще сказать на столе. тренер, такая история везде. Вот весь клуб, если брать, все люди застрахованы, абсолютно все, игроки, там, я не знаю, персонал, директора и так далее. Вот чуть не пойдет, убирают тренера. Всегда, везде. Тренер нигде не застрахован. Поэтому я абсолютно готов к этой истории, что если что-то не получится, ну, полечу я. Но кто именно может принять это решение? Я не знаю, это даже, пока даже, ну, я даже не хочу об этом думать, но смысл в том, что в любом случае, вот, у Маратовича не пойдет, вам кали, его уберут. там понятно, кто просто будет принимать решение. Не футболисты виноваты всегда в проигрыше, а виноват, ну, руководитель состава. Поэтому я готов к этому. Все в порядке, работаем. Просто главное, главное, как Вячеслав же говорил, собрать жопу в горсть и работать. Потому что у нас, вот, сидят гранды, еще есть десятка, еще есть пул, там, пять команд, которые там ездят на сборы, вкладывают кучу денег, в подготовки футболистов и так далее, а нам, ну, придется с ними бодаться. Я бы хотел еще к этой мысли добавить, такое ощущение, как будто люди, ну, делают вот это все ради того, чтобы просто сделать. То есть, иногда вот я, вот, смотрю на их какую-то работу, и такое ощущение, как будто сбор ради сборов. А там, нагрузка ради нагрузки просто там, отмечется. И мне кажется, что здесь, наоборот, это перетягивает иногда. Там у нас мы, даже, я открою ситуацию, у нас там, мы на сбор-то не поехали. У нас должен был быть сбор, и понятно, что есть голос команды, да, есть голос, там, есть лидеры, которые подошли, пообщались. Мы, они встретились между собой, игроки пообщались, пришли к нам, пообщались с нами, да, потом от них там, Сибыч пришел, Федя был, Млечный был, Имай, Эрик, вот, и там, тренерский состав, скажем, да, и мы пообщались, и пришли к такому здравому решению, ну, Геннадий Владимирович тоже был, к тому, что, ну, давайте, ребята, если мы чувствуем, что мы март провели, мы его оценили хорошо, с точки зрения объема, с точки зрения результата, который нам лично, как тренерскому штабу, не нужен, да, понятно, каждая команда хочет выиграть все матчи, которые у нее есть, тем более, когда это играет грант, и мы знаем настрой на, когда играет кто-то против Амкала и Тодротс в товарческих матчах, это товарческий матч только для Амкала и Тодротс, для остальных всех это матч в последней жизни, матч проявить себя, матч заявить о себе. Но ведь, вы же тоже это воспринимаете как серьезный матч, потому что, например, в тех же товарниках у вас, ну, не всем дают играть, опять, я объясню, не во всех товарниках, в последних двух, в последних, да, в последних двух, потому что мы договорились, это проговорили, что те матчи, которые были, там была, с Титаном ситуация была, скажу так, что, где-то, может быть, мое решение больше, вот, но в последних двух матчах мы договорились, что там уже мы готовим, обойму мы смотрим, уже какую-то модель пропускаем, и мы подобрали таких соперников. Для тебя, для тренера, извиняюсь, Марат, да как, последние две игры, игра это снова состав, и уже должны играть они 80 минут. Вот, мы проработали, мы уже модель, которую мы хотим, мы подбирали соперников, таких десятков, и родин меди, которые дадут нам стресс, нужный стресс, да, который мы хотели бы испытать, и здесь, ну, возвращаясь к теме того, что, товарки, сборы и так далее, мы отказались от них, потому что мы увидели, что у игроков есть, ну, некая такая дизмораль, и какой-то очередной выставок, мы его тренерский штаб видели, как? мы уезжаем в этот, как его, в этот, в Кратов, мы, в Кратово, да, да, у нас там хорошая база, лига чемпионов в матче, мы посмотрим матчи между собой, поиграть, тимбилдинги, там, какие-то, там, в бункер поиграем, еще какие-то вещи поделаем, между собой, чуть расслабить, и больше тактического направления тренировки, чуть закрыться, изолироваться, забрать футболистов из их семей, чуть-чуть их изолировать, потому что там есть бытовые проблемы, от которых они тоже должны отдыхать, высыпаться и так далее, это мы видим так, как тренерский штаб, но, есть игроки, которые с этим могут быть не согласны, и они свою позицию высказали, мы сказали, что окей, мы вас отпускаем, мы играем игру с десяткой, как бы она ни случилась, мы идем в баню, мы смотрим стыки, и готовимся потихонечку к родине медиа, мы это отпустили, насколько эта эмоциональная часть сейчас лучше повлияет, например, в сегодняшней тренировке, там, ну, видео выйдет завтра, да, это выпуск, сегодняшняя тренировка, которая случилась, но они получили пиздюлей, за то, что мне конкретно не понравилось упражнение, которое, по моему взгляду тренерскому, субъективному, опять же таки, да, оно на бумаге выглядит по-другому, и реализация его идет по-другому, но, и мы опять их спрашиваем, собрали в круг, и говорим, что, ну, например, почему, почему вот вы здесь действуете так системно, вот почему так, вот вроде мы, мы, что тренеры, мы пошли на ступке, мы убрали там, с вашего графика, вы там жалуетесь, что вы проводите день с командой, там, по 5-6 часов, но, блядь, я не виноват, что Москва большая, что вы ездите, там, час, полтора часа до тренировки, не я виноват, не я Москву строил, да, ну, мы живем в этих реалиях, и, но здесь у нас есть процедура, которая вам поможет, по нашему мнению, быть лучше, согласны были с ней или нет, это ваши проблемы, и опять же таки, но мы опять, исходя вопрос про сборов, почему я, со смешкой к этому относился, я понимаю, что в реалиях дротов, у них другой, у них другой режим, там, у того же Амкалу другой режим, и у того же, там, у Брока в тот же режим другой, потому что у нас цикл соревновательный был уже, где мы прошли это, понятно, суперкубок был тоже у команд, но, я не понимаю, что вот, это вопрос даже не, там, не к эгрессе, не к басу, не к командам, они-то уже были, они знают, что это такое, они уже примерно понимают, но, люди, которые пришли, они такие, все, так, Амкал Тудроц едет на сборы, мы тоже едем на сборы, так, они делают это, мы тоже сделаем, это как, вот наш, у соседа что-то увидел, надо это тоже сделать, и не факт, и не факт, что это сработает, и я общаюсь с игроками, с некоторыми, которые были в тех командах, и, там, ну, люди, которые в этих командах, они, блядь, на вилах, ну, прям серьезных, понятно, что у нас, но просто, они не Амкал Тудроц, потому что здесь требования выше, но там, вы пошли, вы пока чуть-чуть почувствуете, а они сразу взяли, весь букет собрали, и хотят, думают, что это поможет им выиграть. Ну, как пример, Рокет, вот Федос на том столе, сказал по поводу нас, не помню, может быть, на той неделе, две недели назад, когда Рам сидел, он сказал, что вот Эгресси, явный пример того, что вот команда три раза в неделе тренировалась и достигла там третьего места. и он говорит, что вот сейчас посмотрим в этом сезоне, что они сделают, и при этом, просто это команды не так сыграли с Эгресси, чтобы выиграть у них. А не то, что Эгресси выиграли? Да. То есть, Викторович неправильно сыграл, что ошибся Викторович, что выиграли мы. Ошибся там тренер Fight Night, ошибся Уралец и так далее. Вот. И при этом космические какие-то суммы называют, вот называют Рокет, там 25-8, вот 18 миллионов они затратили за 4 месяца. ноября, по-моему. Ну, с ноября, декабрь, за 4-5 месяцев 18 миллионов. Ну, что просто это дает? Я не понимаю, что просто вот это вливание дает для футбола. Это вот, ну, есть там Ярослав Славин, который работал в Торпедо, ну, как бы президент, Генедия, и мы с ним нормально общаемся. И он одну вещь мне такую один раз сказал, хорошую, что как бы в бизнесе есть такое понимание, что, ну, про зарплаты как раз таки, что у нас крутая, у нас крутая компания, потому что у нас большие зарплаты. Или же наоборот, у нас большие зарплаты, потому что у нас крутая компания. То есть вот тут терминология, термины, подмена, то, что они думают, что они, ну, я с Арамом разговаривал по телефону где-то около часа после этого матча, потом прошло пару дней, с ним поговорил, и я чуть встал на его сторону и позицию, и больше у меня было требование к игрокам, которые были там, и к тем, кто, ну, Арам-то знает запах финалов, он уже выиграл МКС. Ну, он понимает, что такое, и насколько это важно, насколько фактор вот этой ошибки в вашем матче. Извини, давай возьмем тот факт, что это же был второй сезон? Это МКС, был третий МКС. Ну, это, это получается второй сезон Медиалиги, да? незадолго до старта второго сезона. Ну, второго сезона. К тому, что качество. Ну, там, ну, сейчас, вот сейчас, если бы просто вот зайди Рокет в Медиалигу, я не думаю, что тот же Арам понимает вообще уровень сопротивления. Я думаю, что он его понимает. Нет, да, на бумаге ты можешь все что угодно понимать. Я вообще согласен. Я когда увидел ваш матч с десяткой, вот первый тайм после, когда играли, ну, ладно, не буду говорить, ну, это совсем другой уровень. И ты просто, ну, с каждым годом это все растет. Ты смотришь, выходишь матч Броки и Эгресси, первые 10 минут, Гилли бежит, как будто, ну, как будто он просто, я не знаю, что съел. и когда люди говорят, что, ну, вот, второй, второй сезон, там, или третий, вот, МКС, почувствовал запах финала, я с этим не согласен, потому что это сейчас вообще разные турниры. Абсолютно. У Арама, у Арама есть две, вот, одна из самых его, наверное, это один, это большой плюс для, как для человека, но большой минус, как для тренера, у него слишком большое сердце. И нельзя вывозить с теми игроками, с которыми ты вывез МКС сейчас, о чем вы говорите. Ну, нельзя, невозможно. Мне кажется, частичка из них там, бойчуганы должны быть. Их просто Рома вышла и перепиздила. Ну, откровенно говоря, все, что я увидел, была драка на поле и быстрые голы. И все. И плохая реакция второй команды. Ну, и плюс еще сейчас, прикинь, вот, ребята из Ромы, вот, как говоришь, перепиздила, а плюсом еще будет расти, вы будете еще драться с ними, еще в футбол играть? Ну, то есть у вас еще будет какое-то понимание, у вас футболисты есть? у нас бывали матчи, где и нас били, и мы не подъезжали тоже. то есть это, например, если брать матч с десяткой, я считаю, что это один из лучших матчей в предсезонке был. Ну, если честно, да. Вот. И, ну, например, мы поэтому и сделали такие матчи, мы можем, ну, нас окунули, нас Родина Медича тоже в стрессе поддержала, мы понимаем, мы, видя видео, во что играть будет Питер сейчас, и какая там будет погода, и какой контекст, и какой этот подогрев, что они хотели типа раскачать, да, но, к сожалению, там у них не получилось. Вот, и мы понимаем, куда мы едем, и насколько тяжело там будет, потому что статус турнира, статус того, что ты дебютируешь, и насколько сейчас, ну, вот, ну, игроки с этим стрессом успеют справиться. Мне кажется, что, наверное, игроки Рокки Тим не до конца поняли, те, кто вновь прибывшие, да, и тем, кому там дали зарплаты, и они, наверное, подумали, что они соответствуют этим зарплатам, они им не соответствуют, в мое мнение, субъективно, да. Они просто не понимают, что они будут делать. Я считаю, что люди, которым дают такие зарплаты, они играют в РПЛ или в ФНЛ, и они там, ну, борются за выход, ну, что они говорят, родина какая-нибудь, да, где-то игроки, мы знаем, примерно, какие там могут быть зарплаты, или там общаемся с ребятами, которые у меня есть друзья, которые играют в ФНЛ, ну, плюс-минус, когда я им говорю, какие здесь есть зарплаты, они такие, и начинают задумываться, я говорю, может быть, уже, хватит мучиться, я говорю, переходите сюда, и сколько игроков звонило. Так потихонечку, это и все происходит. И предлагали даже, они вот прям недавно нам предлагали Григорьева, это Максима. Максима Григорьева. Максима Григорьева. Который играл давно в РПЛ. Но он, правда, уже, по-моему, давно в РПЛ не был. Нет, нет, но, но вот предлагают. Сисковский? А? Ну, Влок, который был, Влок в Ростове. А, Григорьев. Нападающий. Вот. И, условно говоря, и мы понимаем, что, ну, как бы, если даже он сюда придет, пока он аклиматизируется здесь, и даже была статистика, не помню тебя, Кригорьева, или, ну, кто-то у вас был, было, да, на канале, что игроки, которые там, команды, которые выиграли титулы, и какие игроки там были, там был КФК, вторая лига, ЛФЛ, ну. Ну, я про это говорил, и здесь статусом того, что ты там, ну, я Кудряшова уважаю, то, что ты Федя Кудряшов, Рома с Алексеевичем, с Бородином, она не, она не упадет перед тобой. Там Рома Рой, сумасшедший, который, он это создал, он же бегает, фанатик, он думает, что это, блин, реально же он тут, ну, он тут, это мессия, медиафутбола. И вот это, мне кажется, ближе и лучше для медиафутбола, нежели там, раздувание зарплат. И мне кажется, что сейчас, как будто бы, Амкал и Тудроц, подстраиваются уже под рынок. Не создают рынок, а подстраиваются под рынок. Сейчас получится. Посмотрел, как это все работает, все влил, проиграл. Сейчас еще сильнее все происходит, чтобы просто догнать. Я при всем уважении до сих пор не понимаю, я до сих пор не понимаю, ну, как бы, что он хочет. Я, ну, я понимаю, что, типа, какая итоговая цель? Да, ну, он хочет про футбол уйти, он об этом говорит. Ну, он про это тоже проговаривал. Что произойдет? Перед этим он хочет, что здесь делать? Нет, а что произойдет? Поменять мнение Никиты Жени или там, Герман Владимировича, или что? Что он хочет? Ну, что он хочет? Поменять мнение Осипова, поменять мнение медиафутбола. Что он хочет? Мне кажется, да, выиграть, спеть победную песню. И уйти. И все, да. И не знаю, уйти, не уйти, ну, в общем, просто, ну, победить, мне кажется. знаешь, что убило в нашем товарищеском матче, да, так назовем, больше это был там контрольный такой матч с хорошей, с хорошей рубкой, да, где я, например, я понимаю, что мне надо сейчас уже работать, как я буду работать в чемпионате, я начинаю, как бы, ну, эмоционировать, гнать, орать и так далее, судейские решения какие-то там, высказывать о них мнение. И мне начинают в перерыве говорить, ну, типа, будничный, спокойно, там, выходной день, все кайфанем, поиграем. Блядь, я кайфануть могу сидеть в понедельник, в пятницу на Лужниках, там, футбол, я там могу кайфануть. И я, типа, не понял, у них там, ну, тихо, спокойно, они все такие стоят, как гряльная какая-то вторая лига. Ну, профессионалы. Да. Я вот не понимаю, что они хотят, типа, и они, самое главное же, не делают этого и в этом. Да, Маратич, ну что, ну, правда, они хотят победить, а дальше будут новые цели себе ставить какие-то. Может, действительно, в проф уйдут, может, что-то еще. Мне кажется, тут шаг за шагом. У вас, ну, только что был спич про то, что очень сильно все изменилось, но при этом у вас сейчас костяк тех футболистов, которые были с вами с первого-второго сезона, или те, кто были в других командах медиалиги, ну, тоже с первого-второго сезона, то есть даже тот же Скоропуб играл с первого сезона, в стиле играл с первого сезона. Мы уже задумывались над этим. Но есть несколько человек, у нас человек 10, 30-летний. Что скоро придется смену поколений? да. Ну, сколько еще у этой команды есть запасов? Ну, посмотрим, ключевой этот сезон. Это ключевой, мы посмотрим, на что мы способны, вот, как ребята будут отдаваться. Вы вспомните, первые сезоны, да, мы играли по 10 минут, менялись, еще по 5 играли, еще менялись. Сейчас команда выдерживает 90 минут играть, без замен могут играть. Это говорит об уровне лиги и о уровне команд. Ну, а вот условно, вот это, ну, как это правильно назвать, смена, смена поколений, что ли, она неизбежна в любом случае? Неизбежна. Ну, ты же хочешь, чтобы все время улучшение было и в линиях, и в команде, человек, который там имеет 40 лет и человек, например, который имеет там 30, это есть разница, да? Я не говорю про команду сейчас. Тут 21 и 30. Есть разница, как бежит этот, и как бежит этот. Вот, к сожалению, я не могу сделать контроля вот этого, взять бригаду научную и посмотреть скорость, выносливость. тебе картинка будет ясная. То есть, по сути, вот это... Надо внедрять молодежь уже, молодежь, 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 но как внедрять, если она не соответствует определенному уровню, который я хочу видеть. Но, по сути, вот этот год, не сезон, а даже год, это такой, для вот этого состава и костяка, такой ласт дэнс? Да, может быть. Может быть. Я не хочу об этом думать, но может быть. Вы как раз одна из тех команд, которая ездила на сборы. Почему для вас это было важно? Почему там... Мы тренировались в двухразовом режиме, были одноразовые занятия, вот, но задача была, чтобы, во-первых, у нас ездило там, сколько, 26 человек, 4 вратаря, чтобы... Какой последний сбор, о чем он говорит, чтобы сыгранность, тактика, чтобы несколько тактик было, чтобы сила была, чтобы мы выдерживали 90 минут, даже больше, если понадобится. Знаете, это самая основная задача была на последний сбор. И все мы не нашли спарринга, не нашли. Ну, вот вы условно, когда ехали, вы же понимали, что будет тяжело со спаррингом? Конечно, понимали. Но условия, в которых мы тренировали, это ну, просто идеально. Такого нет здесь, да, в Москве? Бесполезно. Бесполезно искать. И питание, и восстановление, это все... Поля? Поля идеальное поле вообще. Просто идеальное. Плюс сейчас там, наверное, гораздо меньше команд, чем условно. Нету вообще. В январе-феврале, да, но это скорее минус. И они выходили... Это минус для спаррингов? Но все поля, поля вообще идеальные. И они выходили на поле, и их не выгнать было. Они говорят, на таком поле, ну, это просто постоять даже за счастье. Это идеальное. А команд прям вообще нет? Не было. Ну, все уже. Ну, одни были. Два поля. Ну, здесь только из медийных лиг других стран. Ну, да. И... Кто сейчас первый номер Дротов? Ну, то, что я увидел, слон. Не-не-не. Я имею в виду... Кипер. Кипер, ну, Сыч, конечно. Сыч, не Дрюбс. Сыч. Дрюбс. Дрюбс хороший. Дрюбс молодой, ему 18 лет. Он старается. Ну, есть, естественно, у всех есть ошибки. Но, так как Сыч выбирает и позицию, и действует. На линии виновых ему равных нет. Вы видели его слова? Да, конечно. По скандальным шоу Фидоша. Да, это ерунда все. Кому Сычу верить? Ну, они говорят, что уходят. Это же медийная лига. Мне кажется, это правильно говорить здесь. А что здесь такого? Ну, сказал он. Что ты думаешь? Я видел Никита, как среагировал жестко. Он плакал. Да, хороший. Я думаю, что, ну, Сыч хотел профессионально играть, но... Вот побывал вроде и медиа, да? Ему сказали, все хорошо. И реакция, и на линии, и выходы. Но рост маленький. Так как я? Я не понимаю. Притом то, что это было известно, когда вы его звали. Так нет, конечно. Его же брали за какие-то качества. Вы же знали, что у него рост невысокий. Но он с Игорем и Комфеем одного роста. Корж и краб. Что будет с ними? Ну, Коржу я сказал, что все, меня устраивает. Как ты отработал, как ты действовал, и твое отношение к делу. Меня он устроил. То есть берете скорее всего? Да, скорее всего берем. Ну, во-первых, он самый быстрый у нас в команде. На глаз. И как он действует, в играх действовал, на тренировке, он сегодня старается делать на максимальной скорости. Что меня устраивает. Ну, а вот это их смесь с крабом? Ну, то, что они пожили в одном номере, наверное, главное, чтобы не испортился рядом с одним, с товарищем он. Ну, вот то, как сейчас себя, как сейчас проявляет краб, вас это устраивает? В футбольном плане? Ну, во всех. Нет. В футбольном, да. В жизни нет. Что опять не так? Все опять не так. Ну, то есть, все, он опять вернулся к старой... Да, да. Вы понимаете, как это исправлять? Я сказал уже, бесполезно. Что? Что надо убирать? Да. Прям вообще с концами или аренда? Что ты думаешь? Что надо находить... Компромисс? Да блин, надоело находить. Не то, что компромисс. Не надоело находить. Надо понять, в чем вот проблема краба. То есть, я думаю, что здесь все равно глубоко где-то лежит какая-то, не знаю, психологическая травма. Никит, он плохо действует на всю команду. На всех. Понимаешь? Ну да. Он меня нервирует, он ребят нервирует. Я понимаю, Виктор. Я понимаю. Но дети, мне от него без ума. Охеренный персонаж. Нет, не то, что дети. Он что, мне нужен, блядь, на поле клунаду открывать? Нет, или играть он в футбол должен? Он как Роднулькин. Так же, как и... Вот и заберите его себе. Нет, так же, как вот и про смену поколений вот шла речь. Я могу добавить то, что, знаешь, у нас, в принципе, за все время не было такого, что тот человек, который внес огромный вклад в команду, чтобы мы там с ним начинали какой-то разговор, что он тут больше не нужен. Я думаю, здесь скорее, если кто-то не будет тянуть, то начнется диалог с того, что, возможно, будешь ли ты готов к тому, что ты станешь игроком ротации, если ты готов доказывать Викторовичу на тренировках и принять эту роль и попытаться усовершенствоваться, знаешь, типа вот... Круто, как сейчас происходит, ну, точнее, прошлый весь год происходил Сталапка, что он стал играть меньше, но он остался и стал доказывать. Ну, да. То есть, знаешь, я... Понятно, есть там профессиональный футбол, но он отличается все равно от медиафутбола, есть какие-то принципы и так далее, но я сторонник того, что тот человек, который... вот в футболе это особо жестко, что люди, знаешь, там, капитаны, ну, там, косили, сыровули, они стойко дают команде и в один момент они становятся ненужными и от них избавляются. Мне кажется, вот хочется... Давай я тебе по-другому скажу. Вот это моя версия. Если мы сейчас начинаем проигрывать, кого ты уберешь? Кого ты уберешь? Мой состав решает. Не, ну подожди. Усиляция. Ну, первый кто на трансфере? Я? Да почему? Потому что мы проигрываем. Мы не выиграем, ничего. Ну, здесь же все зависит от подхода руководителя и ко всему. Ну, Викторович, мы с вами множество раз говорили, что есть доверие и что мы можем... Мне кажется, всегда надо находить какой-то способ тогда стряхнуть это все. Самый легкий путь это, конечно, взять и сказать, что, типа, тренер виноват, заменить всех игроков, а можно точечно пытаться найти усиление и начинать понять, в чем дело. А другое дело, если вы скажете, ну все, у меня мотивации нет. Какое сейчас усиление может быть? Сейчас усиление только может из РПЛ быть. Ну, нет. Потому что Лига Распина... Ну, как бы... Нет, ну есть молодые ребята. Нет, ну нету молодых ребят. Ну, как? Ну, по всей России нету молодых ребят. Никит, мы вот нашли рыбакобыльника молодого. Нет, условно. Условно. Ладно, хорошо. Молодой стал же основной. Ну, практически. Он в медиалиге уже сколько? Скоропул. С первого сезона. С первого сезона. Может, еще есть в медиалиге? У нас сколько случаев было? Приходит человек, говорит, я хочу 80 на. Вы же сами смотрите на него. Какие 80? Ты что? Ты еще не играл ни разу. 80 хочешь? Товарищ Кигр только сыграл две. К примеру, говорю. И что? Не, ну, понятно, это тяжело усиляться, но это возможно. Сейчас это очень тяжело. Это тяжело, но это все равно, это не то, что невозможная задача. Если у тебя, конечно, какие-то ресурсы и финансы, и там, и работает какая-то спортивная, спортивный директор, да, где-то найти, как вот брокки выше, в том, например, в четвертом сезоне левийцев подключили, да, там, кто-то сейчас бразильцев привезет, как «Зенит», там, например, кто-то еще. Статус должен быть, еще статус. Если мы берем россиян из второй лиги, они профессионалы. Да, да. Мы должны статус определить. Просто ввести, ну, например, легионера, это выстрел в пустоту. Нет, ну, наверняка есть во второй лиге молодой пацан, который там не особо, вот, подходит под вот весь этот футбол второй лиги, но которого засунь медиалигу, вы потренируете, и у него будет потенциал. То есть, знаете, ну, конечно, сложно искать, но я уверен, что есть ребята, Это будет результат убить. Кому? Клубу. Когда ты ищешь потенциально хорошего игрока, не берешь хорошего игрока, а потенциал. Нет, он говорит про медийный потенциал, мне кажется. Нет, нет, про игровое. Футбольный имя тоже про медийный. Например, там ситуация с Максимом Игнатьевым, да, который у нас был, и, ну, у нас была договоренность, что при первой возможности у него, например, там профессионального футбола, мы отпускаем его, да, и там у него Кострома нарисовалась, тренер, с которым он работал, и он прямо на сборах в Турцию подошел, сказал, что вот Маратыч, ну вот, осталось три часа, я должен принять решение. Мы с ним поговорили, глубоко с ним поговорили, вот, понятно, я свои аргументы привозил, почему ему надо попробовать здесь, привел все плюсы медиафутбола с точки зрения соревновательной деятельности его и так далее. но есть вот такие, как Максим, которые, и большинство таких игроков, которые так думают, во второй, во второй лиге, там, я не беру уже ФНЛ, о том, что пока мы для них сомнительны, такое поле. Ну, в этом есть логика, в этом есть своя логика, потому что все-таки большинство же футболистов, даже те, кто уже там долгое время играют, условно, во второй лиге, они все равно грезят о том, что они еще вырастут, станут лучше и заиграют там, в ФНЛ и выше. И они понимают, что все-таки внимание скаутов других клубов, оно гораздо больше обращено к профессиональному футболу, нежели к медиалиге. Да, за медиалигой начали смотреть, и там тот же пример Бори Фортуны, да, он показателен. Боря был все-таки все-таки все равно известен и до медиалиги, ну, вот, в кругах. Все равно его взяли, его взяли из медиалиги. Его взяли из медиалиги. В смысле, он был известен тоже? Нет, нет, нет. Судового парня, который пришел и доказал. Боря Фортуна – это чистейший трансфер из медиалиги в проффутбол. Чистейший трансфер. На него было реально… Вопросов нет. Вот. Я просто говорю про то, что его скауты знали. Да неважно. Но нам не верили, что он заиграет. Нет, то, что он… Понятно, ну, условно. И Максим, и Игнатьева тоже знают скауты. Очень скептически. Люди боятся, что оказавшись здесь, в медиалиге, они пропадут с радаров. Сто процентов. Вот. И тут мне кажется, что на самом деле это в том числе и какой-то такой, может быть, и проеб агентский. Где-то. Скаутский. Не агентский, а скаутский. Вот. Которые маловато внимания уделяют медиалиге. Хотя мне кажется, что здесь отсюда тоже можно спокойно забирать людей. Я скажу такую вещь, что медиалига дорабатывает там, где они дорабатывают профессиональный футбол. Вот и все. И то, что делаем мы, и когда сюда приходят и работают такие, как Дмитрий Викторович, люди, которые с большим именем футбольным, ну, мне кажется, что все-таки это должно быть ориентиром для людей, которые имеют доступ к возможностям привлечения новых игроков из медиалиги тоже. И спасибо, что есть у нас еще и Дима Картава, который двигает Локомотив медиафутбола в этом направлении и ФНЛовский драфт, и Кубок ФНЛ. На кучу коллабораций вообще. Он делает большие-большие программы для того, чтобы показать игроков. И опять будет новый этот драфт ФНЛовский, летом еще раз доработан там, и агенты будут приглашаться, чтобы посмотреть. И это тоже, опять же таки, большая мотивация играть и за Эгресси, играть и за БАС, играть за другие команды. Если вы себя проявляете, мы для вас трамплин, для того, чтобы, пожалуйста, вот приходите, вас увидят, и вы можете спокойно перезапустить, да, и выйти с этой стагнации. Они хотят зайти в теплую ванну, просто, как медиалигу. Понимаешь? Они не хотят... А надо как Павел Дуров, в ледяную ложиться. Все верно. Все верно. Тут просто они заходят сюда, даже просто никому неизвестный профессионал по нашим правилам, он хочет получать нормальные деньги сразу. То есть, не доказать, что вот я состоялся, пожалуйста, вот после сезона заплатите там мне, либо просто показать себя у нас, какие трансляции крутые проводятся, любой клуб, который хочет посмотреть тебя, он просто включит матч, и все. А по Боре, знаешь, по Боре, он адаптировался три месяца. В КамАЗе. Три месяца адаптировался. Но, это, знаете, да, из-за чего? Три раза в неделю, два раза в неделю. Уровень требований. Он там начал тренироваться каждый день, пожалуйста, результат. Если мы дадим им площадку здесь каждый день тренироваться, я думаю, что результат другие будут. И люди будут физически сильные, и разные навыки, они будут развивать быстрее. Как вы думаете, а надо это нам, от медиафутбола это или нет? Ну, потому что это же, это же такой, кому-то это надо. Кому-то это надо. Золотой вопрос игроков, которые с этим не согласны. Которые хотят на уменьшение. Молодежи надо. Молодым пацанам, как Скоропу, который при желании спокойно может играть, у него очень сердце голова, ноги быстрые. Есть, в каждой команде есть пацан, кто хочет играть в профессиональный футбол. Но, ему надо тренироваться каждый день. А мы себе даже не можем 20 тысяч рублей. Ну, как они будут каждый день тренироваться? Где? Кто платит? не, нужно восстановление. И тогда что делать? Условно говоря, клубом идти к наибольшему или к наименьшему? Условно говоря, что если есть у нас пул игроков, которые хотят играть в проффутболе, но при этом у нас есть старички, опытные игроки, которые такие, опытные с точки зрения медиафутбола, которые плюс-минус соответствуют уровню медиалиги, но при этом они не хотят под общую философию идти и тренироваться по 4 раза, плюс еще тренажерный зал, восстановление и, не знаю, еще какие-то теории проводить и так далее, да? Большинство футболистов вообще, мне кажется, не только в медиалиге и в там второй лиге даже в ФНЛ. Вот здесь комфортные условия, что ты сказал, Юх? Не думают вообще даже восстановление. Поэтому вот восстановление тренировались, пошли там, вот тем более в медиалиге ты получаешь там условно хороший игрок в медиалиге, но получается 130 тысяч. Один раз в день он потренировался, ну, представь, в 11 дня ты потренировался, в 2 часа ты свободен, все. Делай, что хочешь. Хочешь, ходи там в театр. У вас подольше, да? Ну, опять, подольше, что? Сколько времени ушло? Ну, сегодня теория, например, была. Потому что мы там разбирали игру с Родины медиа. Ну, часов 6-5. Ну, у нас у нас был сбор в 11-30. У нас, кстати, теория час была. В 11-30, потому что мы там начали дискуссию разводить, и игроки в ней тоже просто участвовали. Наверняка. того, что... я так почитал, там, условно, на стадионе сегодня вместе с обедом 4 часа, да, мы провели. Я упустил, все-таки хочу зафиксировать, по крапу... А можно чай? Да, можно. По крапу будет какое-то решение до старта сезона. Да, обязательно. Чай можно. То есть, ну, как-то опять, примерно, как в том году, получается. Я не хочу сейчас говорить про него, что он натворил, но меня это не устраивает. Викторович, может, его надо, знаете, что сделать? Ну, отпустить его и потом на плей-офф его заявить? Он игрок в плей-офф. Нет, он мне рассказывал, что он сейчас попросит Томбу, уже не с Никитой. Если их она не устроит, то он уйдет в другую команду. Ну, что, я думаю, что там. Я думаю, я в зависимости. Зато брату уже контракт подписался. Вот та самая история про контракт. Она здесь будет работать? Ну, конечно. У нее же все подвислено. То есть, он не может уйти никуда, если угрозит другую никуда. Но они добро не дадут. Но он играть не сможешь нигде. Но, условно, другая команда какая-то может заплатить сумму выкупа, да? И тогда он может успеть перейти до старта сезона. Я правильно понимаю? В теории. В теории, так. В теории может быть аренда. Ну, там как у Биллингема отступные. Сослан. Много вообще ходят каких-то разговоров про там Амкал и то, как все происходит. Я вот просто даже зашел в комменты. Там Бара переписывался с Фикусом. Они так обменивались любезностями. Это что за комментарии? Ну, Бара там просто говорит, вот я общаюсь с пацанами из Амкала и вижу, что происходит. И что, типа, и результата нет. А что значит результат? Нет, я просто пересказываю уже июль, я просто пересказываю то, что говорит. Короче, я к тому, что анализирую все то, что говорят вокруг. Как будто бы есть какие-то проблемы. Проблемы есть в любой команде. Ну, вот в Амкале они есть? Ну, проблемы с точки зрения игроков, которые не играют, они несчастливы, ну, есть. Я не буду этого скрывать. Я пришел сюда, здесь, за этим же столом, Герман Владимирович что сказал? Я хочу кубок, титул любым путем. Да. Я прислушиваюсь рекомендациям руководства. Этот путь такой. Ну, и при этом, но при этом, я не категоричен, но при этом, я стараюсь с ними общаться. Ну, и при этом, ты понимаешь, что если вот не будет кубка, то... Знаешь, что мне не нравится? Давайте я такую тему подниму, что, к сожалению, чем бореют игроки Амкала, некоторые, да, и, может быть, других еще команд, я не знаю, не знаю, как у вас, Викторович, но хорошо, а тех команд, которые еще там, может быть, не завоевали какие-то титулы, хотя, ну, берем там МКС Амкаловский только, тема в том, что, общаясь даже с коллегами из других команд, и мы приходим к такому мнению, что некоторые игроки, которые уже запылились в командах, и которые к себе не повышают требования, живут все былыми заслугами перед клубом, отвечают какими-то критериями медийным, то, что любой приход любого тренерского штаба или игрока на их позицию, конкурента, они с таким посылом, что докажите, что вы достойны нас, и что вы, ну, вообще достойны своего, то, что вы находитесь в этой команде, то есть, как будто кому-то что-то надо доказать, а как будто они ждут, что им должны доказать, а при этом они довели ситуацию до того, что я, как кризисный менеджер, пришел, например, в клубом кал, который должен здесь сейчас дать результат и будет какой-то таблеткой, опять же, мой любимый пример, есть вот, лекарство, я, например, какое-то лекарство определенное, не знаю, кто-то в виде какой-то там таблетки, меня берут и в нездоровый организм закидывают, в который есть какие-то проблемы, он болеет, у меня есть, условно говоря, свои опции, свои функции для организма, чтобы пошел какой-то процесс, но при этом комплексные какие-то там процедуры не соблюдены с точки зрения ты там выпил таблетку, ты у тебя там температуру, ты вышел, блядь, зимой там, я не знаю, мокрый после душа, еще в душ сходил и ты никак, никак себя как бы не восстанавливаешь, таблетка не сработает так, работает комплекс процедур, так же и здесь и мы сейчас, если мы, мы здесь работаем, мы делаем определенный алгоритм действий, мы как-то взаимодействуем, вы должны шаги навстречу делать то же, вы должны тогда в чем-то как бы быть объективными, а они как, они занимаются, знаешь, как эта великая фраза некоторых агентов, то, что футболисты делятся на три категории, это агрономы, это географы и это арифметики, вот, и как раз таки здесь, в этой команде тоже это сказывается, потому что есть арифметика, да, вот они такие, блядь, я не играю, значит все хуево в команде, я играю, похуй на результат, нормально, извините, что я матерюсь, конечно же, ну я их языком разговариваю, и мне кажется, что здесь они не объективны, потому что они, первое, пока что за весь период были только, ну только бронзовыми призерами там МФЛ, и это не устраивает болельщиков, Еген Вадимович, это не устраивает, и второе, это то, что был, ну, колоссальный, колоссальный, ну прям, тектонический проеб в 1-4, ну невозможно было так, да, хотя там, что вам надо, у вас очень компетентный тренер был, вопрос у меня к игрокам, нет, я просто скажу, что у тебя полный карт-бланш, ну в Банкале, ну плюс-минус, ну опять же таки, мы видим, что там куча трансферов происходит, ну много действительно трансферов произошло, трансферы согласованы, они как бы не так, что мы захотели, мы как ребенок в детском мире пришел, блядь, и давай набирать все, что там, все, что нравится. по твоему решению ушел главный медийный актив? Нет, давай так, я тебе сейчас... это как я вижу, может быть это не так. Скажу так, что давайте договори, я тебе отвечу. Вот это все происходит, и при этом ты говоришь, что ты видишь, в команде есть несколько футболистов, которые не играют, и вот получается плохо влияет на... Кто общается с Барой? Я не знаю. Ну как ты думаешь? Ну наверное старички. Ну блядь, не Ряба Кобыльника наверное общается, не Ряба. Ну я думал, что она вряд ли, не Ряба. И не общается, а Ленченко не общается, там Эрик не общается, и Май не общается, Скроб не общается. очевидно, что старички. Ну понятно. Нам так кажется со стороны. Но вот я к тому, что почему с учетом того, что у тебя такой карт-бланш и все такое, ты их просто не уберешь? Зачем? Ну тебе не кажется, что они тогда вот... Я... Мой любимый игрок в Амкале, это блядь чужой, например. Мой любимый игрок. Ну он не играет, но он мне нравится, я не знаю, говорит он или нет. Он там например, может какой-то комментарий ставить, может что-то выкинуть и так далее. Но я при этом понимаю, что этот пацан, он сделал для Амкала многое. Он сейчас чуть-чуть сбавил к себе требования, иногда так он, ну как-то его лихорадит в процессе, да? Но, блядь, когда чужно поле, у меня к нему вопросов нет. Ну а у тебя есть уверенность, что вот все игроки, которые играют, вот кого ты сейчас перечислил, у них нет недовольств? И что они понимают, что все правильно? Знаешь, как слово, после этого собрания, когда мы поговорили с ними, и я потом по отдельности пощупал игроков, блядь, такое ощущение, когда вот бывает какой-то конфликт между кем-то случился, а остальные разнимают. И какой-то хаос какой-то. Если всех остановить, блядь, стрельнуть, я не знаю, в воздух, все остановят, скажут, вот ты здесь что, дешевле? Он говорит, да я просто разнимаю, а ты здесь что, да я разнимаю? И за какую-то вот это вот, за какое-то пошло вот, у них вот, вот, что, давайте там, блядь, вот это хуево, да, кто-то вообще молчит, кто-то с этим согласен, кто-то с этим не согласен. И когда пообщавшись с ними, я говорю, вот так, так, они говорят, ну, да не, Маратович, ну вот, да не, все нормально. Я говорю, блядь, игрок один говорил, что не нужны сборы, мы отменили сбор, он говорит, блядь, я хотел на сборы поехать, блядь, питание было бы там, кушать хотел и так далее. Я говорю, что, блядь, как, как это работает, блядь, вчера было одно, сегодня другое. Понятно, что там всем не угодишь. Если про одного и того же игрока речь, который до этого не хотел, а потом вдруг захотел, это, конечно, странно. Да он здесь главный, пришел, он пришел. Это понятно, это понятно, вопросов нет, я говорю о том, что, там, когда идет какой-то диалог, начинается, то тут всем просто невозможно угодить, это понятно. Так просто, знаешь, Федь, здесь момент просто, просто, тупо, блядь, игрового времени, но, самое глобальное всего, да, мы, мы опять, и ситуация с Мишей, меня что убило больше всего, и я почему категоричен был к этой ситуации, не может быть культ игрока, выше культа клуба быть, невозможно, блядь, ну, не должно быть так, невозможно, нет. Почему ты увидел то, что это происходит? Ну, то есть, какие факторы тебе показались, то, что он ставит себя выше клуба? Провокация в сторону клуба. С футболкой? Ну, вообще, даже до меня, ну, это же, меня, знаешь, как меня поставили перед фактом, вот есть такая ситуация, что мы с ней будем делать? Я говорю, у меня есть решение. Ну, у меня есть решение. Убрать? Ну, Ну, даже, несмотря на то, что это, по сути, реально главный медийный актив. Если бы я был, блядь, хитрым и лицемерным, блядь, я бы сделал это еще проще. Он бы тренировался, и он бы не играл. Он бы не играл. Мы бы взяли, также бы, и Рябу, и есть Вася Маврин, и есть Дубчак, который сейчас, по моему мнению, очень мотивирован, хорошо играет. Есть Маричев, есть Эрик на этой позиции, есть Дава пришел, Агекян тоже может играть на этой позиции. То есть, там, блядь, будет здоров, конкурентная среда была. Ну, короче. И я мог сделать по-другому, он бы не играл, и все. И, типа, он бы сам психанул, и ушел. Как крап у меня. Нет, ну и все, зачем? Но я за справедливое решение. Я просто пытаюсь расшифровать, что ты имеешь в виду, что ты бы мог это сделать, я мог красавчиком быть. Типа, бля, ребят, извините, Миша не тянет. Он бы раз интервью, тебе бы сказал что-то на камеру, Ване сказал бы на камеру, Валеху бы сказал на камеру, друзьям своим что-то сказал бы, и так далее. И все. Но я здесь сказал бы, ребят, это же футболист, мы его, блядь, сами в боти посылали, мы думали, что ты игрок премьер-лиги. Тут пацаны, тут, блядь, Агикян там, Сахалинца, тут Ряба, ну, человек уже, который отыграл, он уже заканчивает, тут Мара пацаны, вы над ними ржете, они там, типа, Нунэм из Зоркова, блядь, он у них конкуренцию не может выиграть. Вы что? Я же так не сделал. Есть ситуация, я хотел именно этой ситуации показать, что культ футболиста не может быть выше культа клуба. И надо уважать, уважать. И вы когда говорите Герману Владимировичу, что мы с вами, Герман Владимирович, мы вас любим, мы вас ценим, покажите это своими действиями. Ну, при этом, как я понимаю, когда Прокоп уходил, у тебя была фраза, ну, вот, которую ему передали, что, наверное, я неправильно поступил. Нет, я поступил правильно. То есть, сама процедура, как это произошло? Потому что я, когда увидел человека в раздевалке, мы с ним разговаривали, я, он, Герман Владимирович, Егор, и тренер, ну, тренер еще были. Админ, директор какой-то. Это исполнительный директор. Ну, какой-то директор, прилагательный. И я ждал, что, не то, что мне что-то доказать, я не видел, то, что человек хочет зацепиться за то, что он говорит, блядь, марач, это все хуйня, давайте решим вопрос, что надо сделать? Вот, блядь, чисто вот так банально. Там сели, ну, вы же уже приняли решение. И там безразличие. Я говорю, мне, мне зачем это надо? Мне это зачем надо? Я считаю, что я не увидел здесь, не видел желания реабилитировать себя и сказать, что это был просто в кит, это было что-то такое и так далее. Я этого не увидел. Как это повернулось дальше, когда уже мы, наверное, я согласен, что можно было бы шире круг сделать, форзу позвать там, фидос, чтобы был, не знаю, еще кого-то, Фила Воронина еще позвать там, я не знаю, там поговорить, потом сделать командные собрания в развивалках, мы уже после сделали, того, когда мы его кикнули. Может быть, процедура была чуть-чуть неправильная. Я тоже молодой, я чему-то тоже учусь. Но нас много, мы можем принять решение здесь и сейчас. Вот. И как раз таки, ну, я имею в виду, что вы должны тоже повлиять на меня. То же самое, когда и с Антоном случилось с уколом. Меня поставили перед фактом. Человек проявил агрессию, ударил другого, а в глазах укола решение принимаю я, значит, я плохой. Не то, что там есть руководство, которое приняло решение за то, что за историю Амкала никогда не было рукоприколасно внутри. То есть, были какие-то провокации, были там, вот я тебе сейчас это, я тебе сейчас то. Еще есть даже великое видео, где Федя с Васей закусились, там что-то Зубко еще был тренером. Вот. И что-то, вот, и все расходились. А здесь, ну, ну, был удар. Плюс еще контекст ситуации, то, что и так там с Мишей ситуация случилась, оно это затронуло, это, и может быть здесь у руководства и у пула игроков накипело, что как бы мы, нам лучше, лучше вот категорично резать и там штрафовать чужо, например. Я думал, что мы уже прошли просто эту всю историю с Прокопом, Мы просто мы с ним не общались. Да, но я тоже, наверное, снова скажу, просто снова скажу. что тот стол, ты был очень за то, чтобы подключить по Зуму. Там в телеге мы созванивались. Да, но не, я имею в виду, чтобы когда был стол, у нас Прокоп, Герман, чтобы мы по Зуму подключили. Да, я прям очень сильно настаивал, чтобы... Нет, я считаю, что здесь, наоборот, все прозрачно. Мне кажется, что в случае с Прокопом просто не хватило диалога. Я уверен, что не хватило. Может быть. Ну, правда, это мое мнение. Мне кажется, что... Мне кажется, не хватило инициативы у тех, у той стороны, которая хотела, чтобы Прокоп остался в команде. Вот и все. Ну, то есть, у Прокопа. И у самого Прокопа тоже. Ну, и у него тоже. У них не хватило, ну, желания. Ну, я не знаю, я не увидел желания. Желания... Да. Но, 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 как бы, и мне кажется, что в этой истории и у вас не было большого желания оставить сохранить его в команде. Ну, потому что, блядь, провокация случилась. Ты с точки зрения футбола имеешь в виду? Нет. Я скажу так, что... С точки зрения просто сохранения человека в команде. Именно. Вот есть. Человек. Миша Прокопьев. Давай так. Я скажу так, что, ну, наверное, по характеру и по самобытности, по уникальности у меня есть Вася Маврин. Идите сработайте с ним. Я считаю, что, ну, Вася, это, ну, ну, такое, ну, как тебе сказать, он, он, понятно, он как футболист в порядке, но у Васи есть свой мир, в котором у Васи живет. Безусловно, я... И здесь, если я срабатываю с Васей, даже, ну, сегодня была ситуация, когда он, ну, ушел с тренировки, потому что он думал, что он будет тренироваться, ему не дали допуск. Я сказал, если доктор не ставит галочку, мы не пускаем. Потому что это опасно. Ну, это техника безопасности. Я тогда могу, ну, не тренировать больше. Тогда я плохой педагог, плохой специалист, потому что я нарушаю требования техники безопасности. И мне доктор говорит, нельзя, не допуск. Но, но при этом я понимаю, что там у Васи будет реакция, он будет, ну, сразу, он такой, он проактивный очень человек. Но я с ним хочу сотрудничать, потому что я понимаю, что, как бы, Вася тоже так же, как и я на концу поставил, вернувшись в МКЛ. Да, чемпион, лучший игрок, и вернулся. Но, опять же таки, мы понимаем, почему у Васи есть, не такое эго, а есть такой статус, он, типа, ну, я Вася Маврин, потому что он выиграл в МФЛ, и он стал лучшим игроком. Здесь может как-то его еще, там, он такой, типа, чуваки, вы что, блядь, у вас лучший игрок. А здесь-то с чего? Здесь с чего? С чего вы взяли и подняли его, вот, выше клуба? Я вот это не понимаю. Почему? Я считаю, что никто его не поднимал выше клуба. Подняли. Я считаю, что нет, но, опять же, мне не очень хочется прям глубоко в это возвращаться, но, мне кажется, что когда на встрече тренера и игрока, руководителя и игрока, сразу ставится вопрос о том, что мы хотим с тобой, мы с тобой прощаемся, это неправильное начало диалога. Это мое мнение. Но там же, в этом же разговоре, было сказано, что Герман Владимирович, выше устава и слово руководства клуба, тренерского. Если руководство клуба говорит, что надо найти компромисс, разговаривайте, и так далее, когда было это предложено для Миши, он, блядь, так же сидел, и ничего не случилось. Нюансы такие, но вот именно, опять же, я повторюсь еще раз, что здесь мое мнение, что мне кажется, что здесь можно было более, менее радикально к этому вопросу изначально подойти. Почему? По многим причинам. Почему мы, блядь, рассматриваем, что можно замазать, блядь, фон Бет, но сфоткаться в кофте Тудроц? Вот это все и надо было обсудить. Вот это все и надо было обсудить на встрече. Это был единичный случай, но мне говорят, что это уже тенденция, это уже система. Я говорю, хорошо, если на мою, на мою долю выпало это решение, я вот, я все им разложил, я все разложил в том разговоре. Я сказал, что я вижу это так. Со мной согласились все, кто были там. Почему меня там никто не переубедил, я не понимаю. Возможно, потому что там не хватило тех людей, которые могли бы это сделать, аргументированно это сделать. У них был шанс еще, и у Миши, и у них был шанс еще в раздевалке, когда я сказал, что я вас оставляю в раздевалке, мы идем расставлять тренировку, общайтесь, договаривайтесь. Вот и все. И ничего не случилось. Никто не, не случилось. Ну не случилось. Ну я не увидел. Я не видел большого желания от ребят реабилитировать своего партнера. Мы реально по этой теме уже все проговорили. Хочется все-таки понять, и, наверное, и тебя тоже. В Амкале сейчас... В Амкале сейчас, по моему мнению, мы готовимся к большому турниру. Уровень стресса нормальный для данной ситуации. Когда клуб, который ставит на кону все, зовет меня, когда Герман Владимирович говорит, что он хочет кубок любой ценой, и будут последствия, будут жертвы, будут люди, которые будут заложниками определенной ситуации, игрового времени, нахождение в команде с улыбкой, без улыбки и так далее. К сожалению, не мы футбол придумали, и в нем давно этот устав работает. Игроки, которые играют, они счастливы. Игроки, которые не играют, и думают, что они достойны основного состава, по их мнению, они не счастливы. Как с ними работать? Будем работать. Будем и выигрывать. Мы не будем попрекать тем, что вот мы выиграем, закройте свои рты и так далее. Нет. Мы хотим все равно оставить какое-то свое наследие в каждом игроке. Но опять же таки, есть у каждого свои способности интеллектуальные. Кто-то из избы выносит, кто-то готов терпеть. Я как игрок 60% своей карьеры, сука, сидел на банке. Но я относился к этому нормально. Потому что я понимал, что это ради клуба, ради команды и так далее. Я готов был уходить в это. Я не говорю, что все должны быть такие, как я. Есть игроки, которые не готовы этого терпеть. Есть игроки, которые привыкли, блять, быть. Вот они иначе, они вот цифровые аутисты, и им быстрее нахуй надо написать что-то, комментарии прочитать, еще что-то и так далее. Они живут в том мире. Они живут в мире сочувствия, где может сочувствовать их аудитории. Где можешь аудиторию их поддерживать. Но мы понимаем, о чем мы говорили здесь, что тренер одинок. Я одинок, я согласен с этим. Но я при этом, у меня вокруг меня есть хорошие, качественные игроки, которые с моим решением, с моим мнением, они, я опять же таки, по установке сегодня с некоторыми поговорил. И по телефону, и лично. И те же игроки, которые не были довольны, там, несколько недель назад. Сегодня я с ними поговорил, и они чувствуют, что ситуацию, они могут, они сейчас конкурентно способны, они поймали эту эмоцию. Они поймали эту эмоцию, и они сейчас такие, не, 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 Маратыш, мы все нормально, все нормально. Есть 2-3 игрока, которые попереписывались с Барой, и все, и думают, что у Амкала все плохо. Пока мы не в раздевалке Тудрос, Амкала или Эгресе, мы никогда не поймем, что там происходит. И мы можем судить только по мнению некоторых игроков, которые говорят, что это плохо, это плохо, пусть критикуют, дай бог им здоровья, пусть, пусть критикуют мою работу. У нас такая ситуация, у нас открытая система футбол. За нас сейчас отвечает здесь результат. Не будет результата, будут спрашивать меня, не Бара, а будет спрашивать Гену Владимирович. Вот и все. И Бара нет в Амкале потому, что они соответствуют уровню Амкала, и поменялись реалии сейчас. Вот и все. Ну, условно говоря, и он ищет сейчас таких же, как он типа ущемленных, типа кого-то мы там чьи-то права, мы там ущемляем или еще что-то. Ну, если у меня есть... Бара, это просто был как пример, который я... Ну, то есть, я к тому же... А таких много, а у них же есть свой пул игроков, старичков, меж собой, которые в медиа-комьюнити, они же общаются меж собой. Они считают, что там, Дмитрий Викторович плохой, я плохой. Они считают это... Это их право. Они считают, что там... Ты когда берешь крапа и ты его на видео снимаешь, он же, блядь, он же все. Думаешь, что тренер его враг, игрок-конкурент его враг, все его враги. Потому что, что они любят? Они любят быть в центре, сука, внимания. Они любят, когда про них только говорят. И не важно, какой счет, не важно, какой результат, они любят быть в центре внимания. Они любят, это не кайфует с этого. Нас обсуждаете, не важно, что будет с Тудроз, не важно, что будет с Амкалом. Не важно, что там ребята не выиграли те сезоны, не важно, что они не выиграли финал в Лужниках, не важно. Главное, что мы в центре внимания, мы хотим быть в центре внимания. Вот опять культ игрока не должен быть, культа выше, культа клуба, тренера, президента и так далее. Не должно это, невозможно. Футбол это коллективный вид спорта. И поэтому сейчас здесь, если сегодня Гатагов Саслан тренером Амкала, у меня есть мои принципы работы. Не согласны? Уебывайте с Амкала. Вот и все, вот все, что я могу сказать. Не хотите, не работайте. Или я уйду, или вы уйдете. Другого варианта нет. Но при этом я готов разговаривать, я готов к диалогу. Сто процентов. Без проблем. С любым игроком. С любым. Почему ты не играешь? Я тебе отвечу. Я приведу уйму аргументов, почему ты не играешь. Почему ты играешь, так же я принесу. Почему ты, можешь ли ты сыграть в контексте какой-то определенной игры? Где мне доказывать? Доказывай. Я дебютировал в Спартаке как? Я левого защитника играл. У нас играл Кирилл Камбаров, левого полузащитника. Он получил травму. Царство небесное Саша Козло вышел на его место. Получил, сука, травму. И я выхожу, и я играю. Вот я так дебютировал в Спартаке. И потом я понимаю, что я, это случайность. Меня сажают на банку, играет Камбаров, который капитан, подача, голевая, блядь, ТТД, блядь, топ. Как я буду играть? Никак. Но при этом я должен соответствовать процессу, потому что против меня каждый день играют Магиди, именики, Велитон, Ари. И если я не сыграю, у меня Карпин, блядь, просто, блядь, сотрет порошок. Или Эмери. Потому что я должен соответствовать процессу. Потому что это Спартак. Потому что это Тудросс. Потому что это Амкал. И вы здесь. Вам платят зарплату. Мотивации мало? У вас будни, как у команд, блядь, сейчас. Ну, для вас все делают. У вас, блядь, два администратора. У вас президент Лайтовы. Он для вас делает все. Что вам еще надо? Какая мотивация еще должна быть? Что еще сделать? Ну, давайте, давайте, что? Ну, давайте тогда регламентировать на уровне медиалиги. Мы делаем, блядь, три тайма. Игра 150 минут. Или, наверное, 500 минут. И вот эти игроки выходят, играют. Потом мы берем это в незачет, блядь, турнира. Они счастливы. Они играют. И потом мы берем 50 минут. Ну, чисто угры, идет куйка, блядь, играть. Давайте тогда делать так. Ну, давайте что-то делать. Потому что я уверен, что во всех командах есть такой пул игроков. Нужно твое мнение. Я понимаю, что ты, наверное, не настолько вовлечен, как в предыдущий сезон. И мы видим, что ты меньше тренируешься и больше уже делаешь акцент на медиа. Ну, чуть поменьше. Ну, просто я даже вспоминаю, потому как мы там раньше записывали стол. И как это происходит сейчас. Я могу пропустить тренировки. Да, твое мнение, потому что ты там видишь, слышишь и так далее. Мне кажется, что в моменте чуть-чуть пацаны подустали. Просто от довольно долгого процесса. Мы, по сути, там с ноября, мне кажется, с Пашем. Пацаны. Потому что я там и уезжал и так далее. Вот. Те, кто там, основная обойма команды. Немножко подустали. И я думаю, что в моменте, когда мы действительно собрались там сначала командой. Потом поговорили, донесли какие-то там общие мысли команды до тренерского штаба и пообщались. Мне кажется, это было вообще очень грамотным решением. Потому что этот диалог как-то всех немножечко подстряхнул. Потому что, ну, просто вот такая немножко накопившаяся усталость, она была. И мне кажется, тот же матч «Десятка», о котором я уже упоминал здесь неделю назад, он такой был… Переломный. Ну, я такие судьбоносные слова не хотел бы использовать как переломный. Но он был… Он отличался, мне кажется, от матчей, которые были до этого. И в том числе эмоциональный фон, который, мне кажется, чуть поменялся. Он, конечно, тоже оказал свое влияние. Вот. Поэтому здесь… Я еще эксклюзивчик добавлю один. То, что, ну, например, про мотивацию, да. Мы обсудили после игры с «Родиной медиа». И, я не знаю, там, можно рассказывать, выражать, там, я не знаю, может, там, напишут потом. Я сказал, что если мы, как команда, гарантируем себе выход, ну, мы сделаем хороший задел на… Там, в пяти матчах, или сколько там, надо считать, да, будет у нас в группе, да, плюс еще смешанные эти матчи, вот. То последний тур, мы дозавляем в «Кабланку», она играет последний тур. Плохая мотивация? Ну, что же это заявить? Все игроки из «Кабланки»… Ну, плюс-минус, ну, там еще есть игроки, которых можно дозаявить будет. Там, Коля Лакер есть, там, еще и так далее. Я не знаю, кого-то можно дозаявить, там, Иру под Шебякину дозаявить, да. Вот. А там новый тренер появится, я не знаю, кто там тренер будет. Условный. Я надеюсь. Вот. И я имею в виду, что для пацанов, которые, ну, у вас может учиться дебют в медиалиге, о чем вы и хотели. И это хороший задел, но кубок лиги дальше, предложенный разговор. Все, кто из «Банки», они играли в медиалиге. Нет, я имею в виду, что сейчас, вот, мало же времени, они сейчас жалуются. Я не говорю про то, что, ну, когда… Никто особо не жалуется. Ну, ладно, ну, правда же, никто… Нет, говорят же так, что жалуются. Никто, мне кажется, из тех, кто играет за «ФК-банку», они могут там быть немножко недовольны игровым временем в товарищеских матчах, но все… Ну, значит, короче, хорошо, давай отрежем вот эту тему, но с точки зрения того, что мы готовы на эксперименты. Даже в такое сложное время, с точки зрения спортивного результата. Мы готовы, я за «Медику», уж мы-то, я как там, с «Басом» мы доказали, что мы за «Медиа», но это «Бас», а здесь это «Амкал», здесь, ну, Сев, ну, ты сам все понимаешь. И такие вещи, которые пытаются раскачать внутреннюю какую-то там вот эту вот ситуацию, мне кажется, во всех командах это есть, это нормально. Но, опять же таки, надо сейчас понимать всем, что все, вторая «Медийная Лига» сейчас. Вторая «Медийная Лига», не «Медиа Лига», а вторая «Медиа Лига» по уровню. Вот все, вот можешь приставку посадить, вторая «Медиа Лига». Вот плюс-минус. Окей, я думаю, пора финалить. Вы, кстати, очень долго сегодня разговаривали, мне кажется, на многие темы, или есть вдруг у кого что-то еще прям такое ключевое сказать? Просто хотел небольшой… Я бы хотел, ну, чуть-чуть этот, чтобы тоже не вводили здесь, а какие-то там вот эти вот, ну, не слишком как бы наговаривали на тех участников, которые есть там в «Медиа Лиге» с точки зрения, там, Дима Картава, да, который старается, там, Коля старается, да, и там, Герман Диньевич старается на МКСе и так далее. И вот сейчас новые люди, которые пытаются прийти сюда, и не надо навязывать свою позицию, как должно быть. Ну, там, какие, какие, понятно, у нас там, Викторич, судейство разное было, я сам на себе испытал судейство МФЛ, и мы его понимаем. Но не надо вот делать так, что давайте вот это сделайте, и будет лучше. Нет, там, например, при всем уважении, но на чисто кубке я увидел, какое было судейство, хотя Лапочкина, он сильно уважает, когда там не удалили игроков и так далее. Не будет лучше. Или там, ну, вы так думаете, что будет лучше по-вашему? Нет, потому что как только кто-то новое придет, и что-то пойдет не так, сразу будет, ну, опять же, то же самое. И поэтому я хотел бы, чтобы, ну, дайте спокойно жить. Ну, мы сами разберемся здесь. И я хотел бы пожелать нашим судьям, чтобы они чуть-чуть терпеть, чуть-чуть больше им терпения в целом. То есть мы находимся в медиафутболе, чуть-чуть к этой судейской теме перекинулся, что есть такие уникальные игроки, да, которые, ну, в пылу борьбы, эмоции, еще что-то могут завестись. И я им советую, а не надо слишком вот это перетягивание, то есть там, вот эти лишние какие-то там, поставить себя выше, 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 там, объективности, да. Не надо, не надо быть главными героями хорошего, ты провел параллель. Дайте нам чуть-чуть, ну, чуть-чуть свободы, дайте нам, ну, волю, воля медиа вот этому всему. Если мы захотим, если я захочу в строгости, я пойду работать уже в другую структуру, в профессиональную лигу, там, где будет все по регламенту, все строго и так далее. Ну, мне кажется, дело не в строгости, мне кажется, тут просто уже все грани смыты, условно, для судей. Тут просто сколько раз встречал, что просто судей, ну, откровенно хуесосит просто. Ну, когда, очень много моментов, а почему, а почему он не может просто этому, я не знаю, тренеру, игроку просто взять и удалить? Да, но есть моменты, когда они, знаешь, как, бывают так сразу, так сразу этим этому, этому, этому желтому, уже все договорились, и такие, ты выходишь, ты все, ты, блядь, на желтую. Нет, это да, я согласен. Вот я вот про это, что есть моменты, где чуть-чуть надо, уж мы-то в Казахстане понимаем, что такое хуево судейство, мы его видели. Ну, при всем, при всей любви, тут вот с ним точно в финале столкнулся, да, и мне кажется, что здесь хорошее судейство, я там с Юрой нормально общаюсь, я имею в виду, что чуть-чуть, чуть-чуть потерпеливее. Вы от нас требуете дух игры соблюдать, вы сами тоже его соблюдаете, вот и все. И, ну, что еще, ну, мяч в плей-офф не нужен, красный, потому что не нужен. Окей, я думаю, я хочу небольшой блиц, от всех один ответ, я думаю, глупо спрашивать, кто будет чемпионом, потому что каждый назовет свою команду. Хочу от вас, кого вы видите главным открытием, кого вы, ну, такой предикшн, кто может стать главным открытием этого сезона. Потому что это в том числе и для аудитории будет интересно, может быть, за кем-то они будут более пристально следить. Игрок или команда? Игрок. Ну, или, например, там, человек. Давай я начну. Я думаю, Илюха Скоропуб. Ну, а у тебя нет такого, что он уже как будто... Не, братан, мне кажется, все равно он... раньше на него не было столько внимания, сколько он может получить в Тудроц, и сейчас он... В прошлом сезоне про него много говорили? Много, но, ну, братан, ну, типа, блядь, ну ты что, ну ты сравни, ты можешь играть, не знаю, при там, 10 тысяч каждый матч, тебя могут смотреть, там, по 60-100 тысяч на трансляции, или тебя будут при всем уважении смотреть намного меньше. Тем более, он там был где-то игрок ротации, все такое, да, конечно, он играл, но сейчас намного больше у него глаз, у него сейчас возможность именно стать звездой. Новый Прокоп. Сос сегодня прибил Прокопа. Короче, я думаю, вот за Илюхой надо обязательно следить, у него очень большой потенциал и медийный, и футбольный. Дмитрий Викторович. Нет ответа на этот вопрос. Просто не хотите кого-то выделять, или никто не приходит в голову? Ну а как выделять? Я свою команду знаю, более-менее Маратча команду знаю, Эгресси знаю команду, Броки знаю. Как вот, ну, любой может стрянуть, ну, любой. Понимаете, ну, невозможно, вообще невозможно. Мне кажется, Рома интересная сейчас залетает. Команда? Да. Но кого-то персонально не может. Да, персонально я бы хотел выделить такую чуть-чуть их вот, такую, такую вот, они такие, зашли, 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 зашли очень дерзко и красиво. Я думаю, что как раз-таки здесь и Алексеевич у них, и Рома-Рой, и как-то вот, такие голодные ребята зашли, и такое ощущение, как будто, причем Рома-Рой еще дерзко хотел чужика переманить. И клёна. Да, клёна, и поэтому я думаю, что Рома-Рой так чуть пошумит, пошумит. Илья? Я не знаю, какую команду выделите. Не команду, игрока. Игрока? Угу. Тем более. Ну как? Сейчас очень... Ну, за кем вот нам надо следить? На кого обратить внимание? Если говорить из своей команды, то я могу сказать. Откуда угодно. Аккуратно, то сейчас нам уже эти все... Да, уже все сидят. У нас восстановился от Крестов Зорин Никит. Угу. Вот, и я его не видел, вот. Три месяца назад мы с ним познакомились, но вот он мне, конечно... Это нападающий? Да. Вот. Очень круто. Уже играл за Игрышей. Да. В медиалиге. Да, да, да. Вот, а так я не знаю, кого выделить. Мне очень интересно посмотреть за Амкалом. Очень интересно. И у меня было мнение, что я не был согласен, и сейчас он у меня такой скептический, я не знаю, почему Амкал считается грандом медиа футбола. Федор? По одной причине, что я согласен... По одной, по медийности, да, то, что их смотрят, что это родоначальники и так далее, но именно по спортивной составляющей, я не знаю, почему. Именно вот спортивной составляющей, я не вижу, почему их считают медиа. Ну, это же опять вопрос того, что титулов, если Амкал начнет выигрывать, то если мы игрим под призмой того, что это там гранды, то тогда, очевидно, сейчас гранд Родина медиа считается Титан и Тудроц получается. Ну, если так брать по титулу. А с точки зрения того, что результаты были, но Амкал выигрывал кубок Рутюба. Мне кажется, здесь такая логика из серии, что Ливерпуль с 90-го года не выигрывал долгое время ничего. Все равно они считают это... А Байер выиграл? Вообще ничего не выиграл. Да, вот. Ну, такая логика, нет? Как считаешь? Ну, наверное, но просто только если вот Байер, пример, брать, то... А, не кажется, не гранд. Нет, ну, давай поговорим, правда, о Ливерпуле 90-х нулевых. Нет, имеется в виду, но у Ливерпуля огромная история. Я имею в виду в рамках медиафутбола. Ну, а ты у Амкала огромная история в рамках медиафутбола. Я думал, что у Амкала история. Ливерпуль, правда, ладно, я говорю сразу, чтобы меня не съели. Ливерпуль все-таки брал Кубок Чемпионов в 2005-м. Федос, давай к медиафутболу. Да. Ты нас завелся, блядь, в понеслое. Я, наверное... Да, Федя, я отвечу просто. Никто, не, Марасич. Я отвечу. Давай, хочешь? Я, да, я здесь ничего провокационного не скажу. Барри напиши. Барри, во-первых, да, конечно. Ну, я назову тоже Амкаловца. Тоже в смысле, что Мекет назвал игрока своей команды. А мне вот очень нравится, мне очень прям комфортно там на тренировках и нравится наблюдать за игрой Илюхи Скроботова, который приехал к нам из Питера. И я очень надеюсь, что, знаете, бывает такая тенденция, когда приходит сильный футбик и он, попадая там в такую... Ну, играя, может быть, с чуть менее мастеровитыми партнерами, тоже стагнирует, как минимум, да, там, или деградирует. Скатывается до среднего. Скатывается, да, до среднего уровня команды. Вот. И мне очень хотелось бы, чтобы таких историй с приходящими в Амкал людьми было меньше. Это центральная защита, да, которая? А? Да. Да, да, вот. И мне хотелось бы, чтобы Илюха показал всем класс. У меня, ну, я подумал, наверное, согласен с тобой, потому что Скорпуп очень круто выступил по-футбольному, но сейчас у него реальный шанс выстрелить еще и медийно. Мне кажется, он реально прикольный такой чувак, который может раскрыться. И Амкала мне вот симпатичен Агикян. И мне кажется, у него тоже есть перспектива показать не только по-футбольному, но и по-медийному. Вот мне кажется, что у Скробота тоже есть потенциал развиваться и если так, прям уже уйти в какие-то персоналии, то, ну, все, да, все в один голос кайфуются, ряба. Мне Маричев, он еще очень нравится. Мне кажется, он вообще супер стабильный игрок. И еще хотел выделить, вот мне кажется, то, что точно станет звездой и Дову. Потому что он реально очень крутой чувак. Ну, вот я просто всегда его знал как очень крутого такого открытого футбика, и сейчас это прям максимально его среда, и мне кажется, он там в десятке должен прям 100%. А Евгений Макеев с его шортами в родине медиа? Ну, Макуша просто легенда. Ну да. Ну, ты как, ты по медиа или по футбольному? Нет, я просто вот совокуплю, что мне кажется, вот для меня вот это как я думал, и вот этих трех персонажей выделил, что они могут в этом сезоне прям по-настоящему стать звездами медиа лиги. Мне кажется, надо сказать еще в финале о том, что на прошедших выходных был сыгран благотворительный матч, и можешь быть оставить ссылку? Да, да, был сыгран благотворительный матч в поддержку пострадавшим в ужасном теракте в Крокусе. Много очень людей из комьюнити поддержали эту идею, это здорово было. Меня не было, к сожалению, но я смотрел трансляцию. Ты присутствовал. Мы с неким в одной команде играли. Да, ну то есть это было как будто бы настоящий медиафутбол, который мы видим в последнее время только в таких играх, в выставочных. Но да, это очень хорошее дело, и ссылку оставим в описании. Спасибо большое, сегодня получилось очень долго, мне кажется, насыщенно и фактурно. Спасибо. На лицензию пойдешь обучаться? Зачем? Я уже все знаю. После этого стола мне уже вообще... У нас, если что, Марат, в банку. Мы тренеров с лицензией просто не берем принципиально. Я же думаю, не про треннисную лицензию говорю. А, не про треннисную? А какую? Не надо договорить, да переберем. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok